Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Меня зовут Василия Плеханова, я руководитель проекта СИПО Кафе «Финтакс ТОП», организатор профессиональных онлайн-событий. Друзья, мы сегодня встречаемся в рамках уже второго вебинара, в рамках цикла, который мы проводим совместно с командой «Правовеста Аудит». Друзья, вчера мы с вами ударно поработали по изменениям по налогу на добавленную стоимость, по тем изменениям, которые нужно учитывать в отчетности за третий квартал. Спасибо вам большое за активное участие, мы разослали материалы. Друзья, пожалуйста, отписывайтесь, все ли получили, все ли успели посмотреть, скачать. Спасибо огромное, мы получили столько благодарных комментариев от вас, обязательных передать им Виктории. Сегодня Виктория тоже у нас будет выступать. Тема сегодняшняя не менее актуальная, она касается грамотного документа оборота. Будем разбираться, как первичка может спасти компанию от претензий. У нас сегодня прям спецназ аудиторской компании «Правовеста Аудит». Лучшие эксперты будут сегодня рассказывать, делиться своим опытом и открывать сегодняшнее мероприятие. Ольга Легонькова. Ольга руководит контролем качества аудита, проектов и методологией компании «Правовеста Аудит». Сегодня также перед нами выступит Виктория Варламова, как и сказала наш постоянный спикер. Виктория – замруководитель отдела консалтинга и главный эксперт по налогам и бухучету «Правовеста Аудита». И третий спикер – это Наталья Наталюк, ведущий, практикующий юрист по налоговым и гражданским спорам. Друзья, ну что ж, у нас сегодня с вами насыщенная программа, как всегда, в рамках всех вебинаров, которые мы проводим с нашим партнером с компанией «Правовеста Аудит». Поэтому я сейчас с радостью передаю слово Ольге. И как обычно, ждем ваши вопросы в чате прямо под онлайн-трансляцией. Давайте вместе сделаем сегодняшнее мероприятие максимально практически полезным. Ольга, передаю вам слово. Доброе утро всем, доброе утро коллеги. Да, Василия, сегодня у нас очень животрепещущая тема. Я сразу запущу демонстрацию экрана, чтобы нам всем было прекрасно видно. Сегодня мы поговорим о документах, о документообороте. Сегодня рассмотрим нововведения, которые у нас пришли с ФСБУ-27. Есть небольшие отличия. Вы пишите, пожалуйста, в чате, тоже рассказывайте, знакомы ли вы с ФСБУ, увидели ли вы какие-то изменения, будете ли вы применять их уже с 2022 года активно. Поэтому обратная связь, от вас ждем вопросы, комментарии. Будет очень нам интересно вас услышать. Итак, про новый ФСБУ-27. Мы немножко коснемся темы сокращения документов и документооборотов по отгрузке, все, что связано с оказанием услуг. Эта тема же вытрепещущая, интересная, потому что, конечно, многие компании захлебываются с документооборотом, с документами оформления первички. Кто применяет ФСБУ? ФСБУ применяют все организации, все экономические субъекты без исключения. Ну, исключение, как всегда, составляет бюджетная сфера, да, то есть она оговорена практически во всех ФСБУ. Поэтому все субъекты экономические, которые включают и кредитные, и некредитные финансовые компании, которые регулируют ЦБРФ, они обязаны применять этот ФСБУ. Вы все прекрасно знаете, что все документации, которые у нас составляются в российском бухгалтерском учете, конечно, должна быть составлена на русском языке. В ФСБУ теперь у нас в пункте 5 написано, что, в общем-то, как и ранее, что если составлен документ на иностранном языке, то к нему должен быть приложен посрочный перевод. Что интересно здесь, какой интересный комментарий, что составление первичных документов на иностранном языке мы можем осуществлять, да, если место деятельности организации находится за пределами территории Российской Федерации, и, в общем-то, документы составляются у бухгалтерского учета на языке той страны, где зарегистрирована и действует эта организация. Исключения составляют, конечно, регистры бухгалтерского учета, потому что ясно, что регистры составляются у нас в программе 1С, да, и здесь уже нет никаких исключений, все бухгалтера ведут на русском языке. Про документы проговорили. Допущения. Какие у нас присутствуют допущения в ФСБУ? Мы рассмотрим буквально 6 таких основных вех в ФСБУ-27, затем перейдем на кейсы, на практические примеры, но немножко теорию поговорим. К обязательным реквизитам первичных документов учетных у нас относятся по-прежнему все те реквизиты, которые содержатся в законе о бухгалтерском учете, это 402 ФЗ. Я уверена, вот напишите тоже, прокомментируйте, пожалуйста, составляете ли вы свои внутренние документы первичные, как-то вы их регламентируете, утверждаете, поделитесь, пожалуйста. Требования ФСБУ распространяются, и законы, естественно, о бухгалтерском учете распространяются как на внешние, так и на внутренние документы, да, то есть все документы, которые мы получаем извне от наших контрагентов по поставкам и так далее, они должны бы содержать все обязательные реквизиты внутренние, конечно же, тоже. То есть перед тем, как составлять какой-то документ первичный или вы разработали какой-то первичный документ, пожалуйста, сверьтесь с положениями 402 ФЗ и посмотрите, какие обязательные реквизиты должны, должен содержать документ. Да, но это вот касается внутренних документов, вот, например, авансовый отчет, да, ну, авансовый отчет утвержденная есть форма, но некоторые организации разрабатывают самостоятельную форму. Самостоятельной формой также разрабатываются еще путевые листы, и очень популярная история, да, потому что путевые листы, которые унифицированы, они очень такие, содержат массу информации, которая некоторым компаниям и не нужна, и не требуется, поэтому многие организации его корректируют. Что касается даты составления первичного документа, то ФСБУ-27 нам теперь строго говорит, что дата составления первичного документа – это дата подписания этого документа, который ответственен за оформление этого документа, или который совершает ту или иную операцию, да, уполномочен на ее совершение. В общем-то, это логично, и мы знаем, что на основании первички мы уже дальше ведем бухучет, то есть дата первичного документа, дата подписания – это дата формирования бухгалтерской записи. Если у нас есть такой момент, если дата составления отличается от даты совершения операции, то дата совершения хозяйственной операции также подлежит отражению в первичном документе. Вот это такая небольшая новация, да, то есть у нас не было такого комментария раньше. Это интересно тем организациям, возможно, которые осуществляют факты хозяйственной деятельности и оформляют, например, документы за какой-то определенный период. Мы сейчас об этом тоже поговорим. Здесь опять даю вам статью 9 Федерального закона 402 ФСЗ, обязательные реквизиты, да, и 12-й пункт ФСБУ-27. Дальше. При подготовке, вот у нас такой интересный момент ФСБУ-27 появился, который вызывает массу вопросов, что при подготовке первичной учетной документации у нас допускается теперь оформление одним документом нескольких связанных событий хозяйственной деятельности, да. А для участников биржевых торгов и по договорам с различными контрагентами по ряду сделок также допускается оформление одним документом. Здесь масса вопросов. Мы сейчас с вами проговорим. Я дам ссылку на информационное письмо Минфина, который тоже косвенно коснулся этой истории, да. Сразу все обрадовались, решили, что можно теперь как-то оформлять одним документом, прям раз в квартал, вот как нам дает ФСБУ возможность, да, раз в месяц, раз в неделю. Мы обсуждали тоже этот момент с коллегами, к чему мы пришли, да, то, что это положение на выбор, то есть это необязательное положение ФСБУ-27, поэтому организации, которые приемлят это у себя и видят это у себя оформление, возможность оформления одним документом ряда каких-то связанных сделок, они могут это сделать, да. Это длящиеся события, повторяющиеся события хозяйственной жизни, партия, поставка вот здесь, да, но здесь тоже такой дискуссионный момент, поскольку нам нужно каким-то тогда внутренним документом, разработанным самостоятельно, на передачу товара, который мы отгружаем по кусочкам, да, из одной партии, подтверждать каким-то образом передачу нашему покупателю, поскольку материально ответственное лицо, конечно, никто не отменял, ему тоже нужно каким-то образом подтвердить фактическую передачу этого товара. Поэтому здесь мы смотрим, приемлемо или нет. Конечно, это очень приемлемо для организаций, которые оказывают услуги. Вот, например, очень яркий пример, ярчайший, это организации телекоммуникационной сферы, да, интернет, телефонии и так далее. Для них это, вероятно, приемлемо, да, то есть подтверждение оказания услуги, они могут осуществить совершенно разными способами, и передачей информации, и, в общем-то, в договоре прописана масса информации по поводу того, каким образом подтверждается факт оказания. Поэтому здесь, вероятно, для них это приемлемо. Услуги, арендные услуги, конечно, мы с удовольствием будем оформлять акты в месяц и в квартал, и, может быть, даже еще реже, да. Поэтому, конечно, мы исходим из существа события, из существенности, да, из возможности, в принципе, применения. Закрепляем учетные политики, те или иные операции пишем, что мы оформляем первичку раз в неделю, раз в квартал, раз в месяц, и с удовольствием применяем эту возможность. Далее наш ФСБУ-27, поскольку, конечно, сейчас история с удаленной работой и история с электронным документооборотом крайне актуальна. Тоже, если у вас есть желание, напишите, пожалуйста, кто применяет электронный документооборот, кто-то полностью перешел на электронный документооборот, кто-то вот только сейчас начал электронную подпись свою составлять, да, то есть регистрировать. Поэтому ФСБУ-27 в этом смысле не отстает от новшеств всех и говорит нам о том, что первичные документы, конечно, можно подписывать электронной подписью. Мы это используем. Многие подписывают и бухгалтерскую отчетность электронной цифровой подписью. Здесь электронные подписи приемлемы, вот за исключением ситуации, когда другая сторона не приемлет простую электронную подпись, да, то есть мы можем простую использовать в соответствии с законодательством с нашим и усиленную. Если другая сторона не приемлет, не устраивает ее простая электронная подпись, то тогда мы урегулируем этот вопрос путем получения усиленной квалификационной электронной подписи и, в общем-то, дальше с удовольствием это все применяем. Дальше. Что у нас говорит, кстати, вот даю ссылочку на письмо Минфина, что Минфин, ой, простите, ФНС тоже сказал нам о том, что документы, которые подписаны электронной подписью, также не будут, налоговые не будут иметь к ним претензии, в общем, имеют аналогичную силу, поэтому мы теперь тоже в ногу идем со временем и электронной подписью подписываем практически все документы. Поговорим про регистры бухгалтерского учета. Да, в регистрах нужно указывать величину измерения. Здесь какой интересный момент, что в первичном документе теперь нюанс, что регистр бухгалтерского учета может содержать одновременно два денежных измерителя, или иностранную валюту, и рубль не противоречит ФСБУ, который у нас действует на территории Российской Федерации, и не противоречит 402 ФСЗ. Для удобства многие это уже делают, да, осуществляли, в общем-то, это на практике, поэтому регистры формируются, не знаю, по валютным, может быть, каким-то операциям, формируются в нескольких измерителях денежных. Конечно, система регистров бухгалтерского учета все по-прежнему, точно так же, как и с действующим законом об их учете, должна содержать и обеспечивать полноту сведений, ну, все, в общем, то, что мы сейчас и применяем. Должны быть отражены на синтетических аналитических счетах, в хронологической последовательности, без изъянов и так далее. Это, в общем-то, вся та теория, которая содержится в 402 ФСЗ, да, то есть здесь в отношении регистров мы ничего не видим, никаких существенных изменений. Исправление документов. Здесь тоже несколько нюансов. Исправление документов. Ранее вы знаете, что мы исправляли бумажные документы путем зачеркивания, проставления нового значения или новой какой-то фразы, и подписывали, что исправленным можно верить, подписывали ответственным лицом, которое осуществило это исправление, возможно, ставили печати даже на это исправление, но обычно нет, только подпись. Теперь у нас есть регулировка в отношении электронных документов. Электронные документы мы можем исправлять перевыпуском. То есть мы можем составить новый электронный документ, исправленный уже, снова его подписать электронной подписью, и таким образом он будет считаться уже исправленным. Здесь в отношении этих документов действует такое правило. Дата исправления, подписи, в общем, все по-прежнему. Подписи лид от соответственных заведений регистра бухгалтерского учета. Если исправляется регистра бухгалтерского учета, здесь действуем также. Электронный перевыпускаем заново, то есть составляем заново. В отношении хранения, немножко уточнений, есть ФСБУ-27. Хранение документов должно осуществляться. Сроки устанавливаются отдельными законодательными актами, отдельным законодательством регулируется. В частности, Федеральное архивное агентство, здесь есть закон, ссылочка. Документы должны храниться в том виде, в котором они были составлены. То есть, если это документ, который подлежит составлению, был составлен в бумажном виде, а этих документов достаточно много, основная масса, то они должны храниться в бумажном виде. Электронный документ, в электронном формате такой документ не допускается, но если есть электронный документ, а оборот, то есть также уточнение о том, что документы должны храниться и в электронном виде на серверах, которые находятся на территории Российской Федерации. Исключение только если опять деятельность осуществляется за рубежом, тогда мы можем хранить документы на серверах, которые находятся за рубежом. Ну, в общем, вот мы с вами немножко теории проговорили, что происходит сейчас с документооборотом и с оформлением документов. ФСБУ, конечно, применяем с 1 января 2022 года в обязательном порядке. Решение можно было принять раньше, может быть, кто-то уже применяет ФСБУ. 27 закрепляем в учетной политике и, в общем-то, работаем по новому ФСБУ. Про документы вот здесь немножко приблизимся к вам с вами по отгрузке и по оформлению документов в более редкий период времени. Здесь мы уже с вами проговорили, что здесь несколько связанных событий. Должно быть ряд сделок и так далее. Отдельные факты могут оформляться не при совершении, а с определенной периодичностью. Это вот нам информационное письмо сообщает Минфина Россия от 10 июня 2021 года. Там много комментариев по поводу нового ФСБУ. Если вам интересно, зайдите, почитайте. Немножечко разъясняют положение, рассказывают нюансы. Но, опять-таки, мы с вами уже эту историю проговорили, что кому это приемлемо и кому это интересно, могут закрепить эту возможность и могут оформлять. По поставкам конкретных товаров мы, честно говоря, не видим пока такого выхода оптимального из этой ситуации. Все-таки, наверное, поставки, которые связаны с непосредственной передачей товаров, придется нам оформлять все-таки при передаче, потому что это не очень подходит для торгующих организаций. И вот мы с вами… Напишите, пожалуйста, мне очень интересно, кто знает, что такое система внутреннего контроля вообще, как оценивают у себя систему внутреннего контроля. Поделитесь, пожалуйста. Я вот со своей стороны активно продвигаю это понятие про систему внутреннего контроля, поскольку мы каждый день встречаемся с тем, что вот как раз неэффективна система внутреннего контроля, которая включает в частности оформление документов и документы оборот, она приводит к печальным последствиям, к судебным разбирательствам, к недобросовестным действиям, к тому, что склад совершенно в разрозненном состоянии находится, что руководство и собственники недосчитываются огромного количества товара, несут потери и так далее. Поэтому призываю всех нацелиться и очень активно мониторить и усиливать свою систему внутреннего контроля. А что такое внутренний контроль? Это, в общем-то, процесс, который направлен на получение достоверной уверенности в том, что экономический субъект эффективно работает, осуществляет свою деятельность результативно. То есть вся система, которая налажена в организации, она настроена на то, чтобы минимизировать на каждом участке бизнес-процесса компании риски или их снижать путем контроля, путем налаживания контрольной среды и так далее. Вот, например, инвентаризация – это, конечно, один из элементов таких существенных систем внутреннего контроля, которая, в частности, предотвращает и хищение, и недобросовестные действия, и, в общем-то, помогает контролировать и товарооборот и так далее. Поэтому вот инвентаризация не пренебрегайте, пожалуйста. И сразу перейду к кейсу. Он очень яркий. Мы сегодня с вами рассмотрим один кейс. Я вам расскажу дальше, в чем здесь провалилась система внутреннего контроля. Здесь иностранный учредитель обратился к нам в компанию в связи с тем, что были подозрения о недобросовестности действий отдельных работников и увидели, что после каких-то начала расследования внутреннего, так сказать, директор уволился. Поэтому собственник обратился к нам. Они провели внутреннюю инвентаризацию, выявили, что… Хотя инвентаризация, кстати, до этого не проводилась, в принципе, в компании. А торговля одеждой и обуви, вы понимаете, что это достаточно мелкий товар, который подлежит постоянному контролю. И, в общем-то, нужно этот склад постоянно мониторить. Здесь какие были признаки, да, то есть инвентаризация не проводилась совсем, когда мы пришли в компанию, увидели, что все достаточно плохо на этом поприще. Складской учет не велся совсем, это опять система внутреннего контроля, да, то есть для торгующих это вот прям must-have, складской учет – это самое главное. Норма прибыли, да, то есть норма прибыли как-то стала прыгать, то есть то она была, то не была и так далее. Вот, кстати, с нормой прибыли тоже бывают интересные кейсы, я поделюсь с вами, не связаны с этим. Были у нас случаи, когда были недобросовестные действия со стороны менеджеров по продажам, да, то есть вот завышение или какой-то цены, особенно закупочной, да, или наоборот ее какое-то неправомерное занижение, поиск каких-то сомнительных поставщиков со стороны менеджеров по продажам, они были тоже в нашей практике, мы их выявляли, закупочная деятельность велась на каких-то понятийных, так сказать, договоренностях, денежная масса не поступала в нужном объеме, или наоборот выводилась активно из компании, поэтому это вот тоже система внутреннего контроля, то есть на каждом этапе должен быть контроль, на каждом этапе деятельности организации, особенно то, что касается торговли, производственные компании тоже сюда очень хорошо попадают, да, в кавычках, так сказать, потому что сложный этап, множество этапов, они сложны при производстве. Значит, с чем дело закончилось? Дело закончилось тем, что мы выявили тоже существенную недостачу, то есть была проведена дополнительная инвентаризация, которую инициировали мы, как аудиторы, недостаточа на момент проведения нашей проверки была порядка полутора миллионов, были выявлены факты завышения самому себе заработной платы генеральному директору, которая не была согласована, вот это опять про систему внутреннего контроля, да, то есть для того, чтобы директор находился, кстати, за рубежом, поэтому, в общем-то, контроль осуществлять сильно не мог, то есть эффективно здесь была, отсутствовали юристы полностью, не было ни одного юриста, который мог промониторить эту ситуацию, поэтому здесь генеральный директор, как бы, да, ну, это не всегда даже генеральный директор, могут и любые сотрудники, работники организации осуществлять такие неправомерные действия. Была выявлена подделка подписей, в том числе в протоколах, в одобрении отдельных сделок, заключении отдельных договоров, и вот в общей сложности порядка 13 миллионов мы выявили. Здесь, что, какой мы вывод можем сделать? Вот эта ситуация очень типичная, почему я ее, в общем-то, и разбирала, да, потому что нет контроля со стороны собственника, генеральный директор что хочет, то и делает, но даже если это генеральный директор добросовестный, могут и сотрудники, в общем-то, осуществлять какие-то недобросовестные действия, поэтому что вот в этой ситуации нужно было сделать и что мы порекомендовали, да, то есть каждая компания должна иметь определенный набор необходимых внутренних документов, которые регулируют и позволяют системе внутреннего контроля работать эффективно. Что это значит? Это значит, что собственник, руководство, организация на любом этапе могут осуществлять контроль, контроль должен быть быстрым, да, то есть это не погружение полное в какой-то бизнес-процесс, а быстрая аналитическая информация, которая поступает руководству. Поэтому вот в этой ситуации, когда можно было заключить любой договор, подделать документы, конечно, видим, что любая компания должна иметь регламент или какую-то инструкцию по работе с договорами. Что это значит? Там должны содержаться порядок утверждения этого договора, заключения, да, то есть каким образом он проходит все этапы по нашим департаментам, отделам и так далее, порядок подписания договора, кем подписывается, как согласовывается, лист согласования, лист корректировок, то есть кто должен в обязательном порядке просмотреть этот договор. Эти моменты, конечно, уже исключат вот эти варианты с подделками и с какими-то включениями неправомерных условий договора. Да, то есть согласование всеми подразделениями и в конечном итоге согласование руководством. В любом случае, если один человек принимает решение по договору, то понятно, что здесь возможны недобросовестные действия и манипуляции в пользу этого самого физлица. Да, невыгодные условия, поскольку в этой ситуации тоже были невыгодные условия для заключения договора в смысле компании, да, невыгодные для компании. И также в этом регламенте можно предусматривать порядок оплаты, каким образом оплачивается счет по договору, каким образом уходят денежные средства. Поэтому, если у вас множество договоров, но множество контрагентов, пожалуйста, разработайте такой регламент внутренний, внутренний документ. Конечно, все, кто связаны со складами, все, кто связаны с большим товарооборотом, просто обязаны иметь договоры о материальной ответственности. Они могут быть локальными, внутренними, я имею в виду с каждым конкретно физическим лицом, могут быть коллективными, да, по коллективной материальной ответственности, если склад очень большой и количество кладовщиков и ответственных людей большое, да. Здесь смотрите по ситуации, по своей, но материально ответственные лица должны быть. Конечно, договор, который подписывается с работником склада, он регулирует все отношения, даже в случае выявления какого-то ущерба, недостачи и так далее, и каждый человек на месте понимает свою ответственность, меру своей ответственности за товар, который он ведет учет, отпускает, принимает и так далее. Поэтому это просто must have договор о материальной ответственности. Здесь также в этой ситуации обязателен рекламент проведения инвентаризации. Инвентаризация должна быть чем чаще, тем лучше, но не каждый день, но хотя бы раз в квартал инвентаризацию по товарам в большом количестве должна проводиться. Вы знаете, что есть определенные требования к проведению инвентаризации. Инвентаризацию не может проводить один человек, ее должны проводить минимум трое. Трое, которые будут утверждены, назначены руководителем по приказу и которые будут с ответственностью подходить к пересчету, к составлению документов. В регламенте нужно прописать не только порядок и сроки проведения инвентаризации, но также каким образом утверждаются результаты, каким образом результаты инвентаризации предоставляются руководству, поскольку руководитель должен ознакомиться с этой информацией, что по итогу инвентаризации выявлено. Это недостача или, наоборот, избыток, может быть, пересортится и так далее. И вот в конце я хочу вам дать такой маленький, конечно, это не полный перечень внутренних документов и, в общем-то, документов локальных, внутренних, которые должны находиться в каждой организации, он далеко не исчерпывающий здесь, но это основной. Это костяк каждой организации. Можно разделить их на несколько групп. Это организационно-правовые, распорядительные, информационные, трудовые, финансовые и личные. В этой группе может быть любой набор документации в зависимости от того, какую деятельность вы осуществляете. Конечно, повторюсь, что это неполный. Основные, организационные, это, конечно, учредительный договор, конечно, устав, который должен находиться в каждой организации. Ну, или, или, да, или устав, или учредительный договор в зависимости от формы. Локальные нормативные акты, их бывает огромное количество, но у всех компаний должны быть положение структурных подразделений, штатное расписание, правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции и так далее, да. То есть здесь нет предела совершенства, все, что возможно, положение о персональных данных, да. То есть многие сейчас заключают такое правило, да, то есть вырабатывают, каким образом обрабатывается информация в смысле персональных данных. Это распорядительные документы. Нельзя, конечно же, осуществлять распоряжение вот только в устной форме. Но это, я думаю, все понимают прекрасно. Любые решения, приказы должны документироваться, постановления. Ну, постановления нет, наверное, решения, да, больше. Ну, может быть, и кому-то приемлемо постановление. Все должно содержаться с подписью, оформлено в соответствии со всеми требованиями закона. То есть вот эта база, которая документальная, она должна находиться в идеальном состоянии. Это то, на чем стоит организация. В нашей российской действительности это так. Информационные, справочные, да, то есть служебные, докладные записки, объяснительные, заявления, протоколы. Все должно быть в организации в обязательном порядке. Трудовые, огромное количество внутренних документов локальных, личные дела, трудовые договоры, карточки, трудовые книжки, графики отпусков. Это рутина, конечно, но это рутина, которая обеспечивает нам сохранность, в том числе и прибыли, потому что это база. Финансовые, да, конечно, у кого приемлемо, кассовые документы. Это, в принципе, очень серьезная история. То есть касса должна находиться в идеальном состоянии. Личные документы внутренней доверенности, расписки и так далее. Вот это must have, да. Из учетных документов, не забывайте, пожалуйста, я уверена, что все это знают, но тем не менее, любой факт, который происходит в организации хозяйственной жизни, оформляется первичным документом. То есть мы, когда оформляем первичный документ, мы подтверждаем, что факт был, да, то есть он подтвержден документально. На основании первички вы знаете, что ведется весь бухгалтерский учет. Это какие у нас документы? Мы уже говорили, кассовые, квитанции, накладные, вся первичка, акты приема и передачи, акты списания, ну, ТМЦ запасов, да, ордера, банковские документы и так далее. То есть эта масса достаточно большая. Но это должно быть. Договоры, конечно, документы, сопровождающие исполнение этих договоров, переписки, расчеты, справки, протоколы разногласий, которые в соответствии с регламентом мы оформляем, паспорт сделки, если потребуется. Каждый документ должен быть на своем месте. Ну, конечно же, никуда нам без бухгалтерских документов. Регистры учета – это тоже бухгалтерские документы. Учетная политика, да, то есть это то, что касается ведения бухгалтерского учета, рабочий план счетов, график документа оборота и другие, огромная масса бухгалтерских документов. Я привела здесь только небольшой перечень. Документы на приобретение установок контроля на кассовой технике, если она применяется, конечно, должны также содержаться в организации. Коллеги, коротко очень рассказала вам об этом. Сейчас я посмотрю, что-то мне написали в чате. Одну минуту. Внутренний контроль, спрашивает Михаил, должен формализован в виде службы внутреннего контроля или не обязательно. У нас многие ваши рекомендации реализованы. Что-то сейчас взял на заметку, но эти функции не выведены в СВК. Да, у нас по поводу системы внутреннего контроля есть много достаточно документов. Минфин работает на этом поприще. Есть определенные приказы. Конечно, система внутреннего контроля и правила внутреннего контроля должны быть регламентированы. То есть они должны быть формализованы, они должны быть утверждены. Это достаточно трудоемкая работа. Служба внутреннего контроля в идеале, конечно, должна быть. Служба внутреннего контроля часто подменяют собой внутренние аудиторы. Внешние аудиторы, кстати, тоже могут это делать, потому что мы проверяем систему внутреннего контроля, но не в том объеме, в котором делают это ваши внутренние службы, а мы тестируем систему внутреннего контроля на предмет эффективности или неэффективности. Поэтому, да, конечно, желательно внутреннего аудитора хотя бы одного иметь, который будет постоянно осуществлять контроль. В чем здесь плюс? Внутренний аудитор никогда не может подчиняться какому-то руководителю направления или, не знаю, руководителю какого-то подразделения, он всегда подчиняется напрямую или генеральному директору, да, то есть непосредственно ему дает обратную связь, или может даже собственнику, если он участвует в трудовой деятельности, да, то есть если он фигурирует как коммерческий директор и так далее. Таким образом обеспечивается независимость в целом внутреннего аудитора и подотчетность ему непосредственно лицу, который заинтересован в получении достоверной информации. Здравствуйте, от Марина спрашивает, вы помогаете с построением системы внутреннего контроля? Да, помогаем с построением системы внутреннего контроля, эта работа достаточно длительная, работа сложная. Мы тестируем систему внутреннего контроля на первом этапе, проводим опросы, анкетирование, выстраиваем вместе с вами ваши бизнес-процессы, как они есть сейчас, затем смотрим, где узкие места, где нужно подтянуть систему внутреннего контроля, где риски, которые присутствуют и могут быть на всех этапах бизнес-процессов, присутствуют, и как их свести к нулю, то есть какие-то процедуры, может быть, делать, назначить какого-то ответственного, например, какой-то внутренний документ разработать или регламент, как сделать так, чтобы этот процесс контролировался, был контролируемым, и риски по нему сводились к нулю. Да, помогаем, зависит от вашего вида деятельности, и с успехом это осуществляем, поэтому приходите. Юрий еще спрашивает, как должна быть организована система… Ой, ну это целая история. Вот понимаете, систему внутреннего контроля, ее нельзя описать одним словом. То есть, в принципе, все процессы, которые происходят в организации, и все документы, и все регламенты – это все системы внутреннего контроля. Самое главное, что должны содержаться регламенты, должны содержаться документы, которые позволяют контролировать на всех этапах деятельности организации. Вот, например, я вам приведу такой пример. Когда происходит закупка товара, кто контролирует эту закупку? Вот это такой маленький кусочек бизнес-процесса. То есть, например, менеджер сообщает цену, он запрашивает у поставщика, кто знает эту цену, как он принимает решение по тому, вот, например, работают ли мы с этим поставщиком или нет, с кем он это согласовывает, как цены определяются, каким образом они дальше уходят в договор. Вот этот маленький кусочек, то есть мы видим, что риски есть. Например, если менеджер наш выберет какого-то контрагента, который завысил цену, и никто его не отконтролирует, не посмотрит, каким образом он в договор поставил какую цену, вот как раз риск, да, то система внутреннего контроля, она вся направлена на то, чтобы снизить вот эти риски, чтобы деятельность компании не была убыточной, да, то есть если это приводит к прямым убыткам, тогда нужно принимать какие-то контрольно-ответные меры, которые могут быть изложены в каком-то регламенте, в положении, в порядке согласования и так далее. То, что касается финансовой отчетности, то же самое, налоговой декларации, то же самое, кто формирует налоговую декларацию, каким образом составляется, да, доходная, расходная часть налоговой декларации, это тоже маленькие подпроцессы, которые, в общем-то, на каждом этапе содержат риски. Кто-то неправильно посмотрел, кто-то цифру не то взял, кто-то документ принял к учету тогда, когда не нужно принимать к учету, таким образом занизил, например, налогооблагаемую базу. То есть на каждом этапе абсолютно деятельности организации есть риски, которые система внутреннего контроля путем выпуска каких-то положений, регламентов, снижает вот эти самые риски, да, то есть контроль, постоянный контроль на каждом этапе. Поэтому многие компании уже реализовали с успехом систему внутреннего контроля, да, то есть, ну, ее нельзя сказать реализовали, поддерживают на эффективном уровне, и, в общем-то, она является, эффективная система внутреннего контроля является базисом для того, чтобы у компании не было потери там, где их можно легко избежать. Поэтому, коллеги, всех призываю обращать пристальное внимание, начните с инвентаризации, да, то есть инвентаризация – мощный, мощный такой инструмент, который позволяет держать товар в надлежащем состоянии, в надлежащем количестве и избежать массы проблем. Коллеги, сегодня вот я расскажу еще про видеокурс. У нас масса вопросов возникает по ФСБУ-5, поэтому, пожалуйста, переходите по ссылке, наводите камеру на вашего телефона, вы получите бесплатно для всех участников нашего сегодняшнего вебинара видеокурса «Ирина Лихинькевич», поскольку сейчас закрываем 2021 год, и запасы должны быть в соответствии с ФСБУ-5. Коллеги, поэтому у меня на этом все. Василия, может быть, какие-то еще есть вопросы? Готова ответить? Вопросов пока не вижу, там только благодарности. Друзья, я думаю, что, в принципе, у вас спрашивают про презентацию, да, и видеозапись, и презентации будут доступны прямо сегодня, поэтому там будут и контакты Ольги, можно будет напрямую связаться. Конечно, да, буду ждать ваших вопросов. Спасибо. Тогда, коллеги, мы с вами движемся дальше, и следующий блок. Наш следующий спикер – это Виктория Варламова, главный специалист по налоговому бухучету аудиторской компании «Правовеста Аудит». Всем добрый день. Так, ну, продолжаем наш вебинар. Сейчас я включу демонстрацию прана, чтобы показывать свою презентацию. Сейчас что-то я… Так, ой, 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 куда-то потерялась. Чему-то не могу. Закрывает у меня видео листать что-то непонятно. Так, сейчас, секундочку. Прошу прощения за задержку. Так… Ну, понятно, что случилось. Так… Так, сейчас, секундочку, еще раз попробуем. А, вот, все нашла. Прошу прощения, все теперь хорошо, наладилось. Я расскажу о том, по сути, как иногда лишние бумажки могут спасти налогоплательщика. То есть мы поговорим о самых распространенных ошибках налогоплательщика, когда они пренебрегают составлением внутренних документов и, соответственно, о налоговых последствиях. Ну, и также поговорим еще, вот, хотелось бы продолжить немного тему Ольги Легоньковой о новшествах 27-го ФСБУ. Действительно, у нас такие были жаркие дискуссии о том, в каких случаях организации могут сократить документы наоборот по отгрузке товаров. То есть речь не идет, действительно, о тех товарах, которые по трубе качаются. Нефть, газ, здесь все понятно, да. То есть смутило именно в 27-м ФСБУ, что можно выставлять первичные документы на отгрузку именно партий товаров в разные даты по одному долгосрочному договору. И вот мы обсуждали, кто же это на практике действительно может выполнять, чтобы в том числе и сохранялся контроль за товарами. Соблюдали все нормы гражданского законодательства. Ну вот, скажу честно, я считаю, что могут себе сократить документы наоборот только те компании, которые работают по транзитной торговле, так называемой. Прошу прощения. То есть когда я перепродавец, по сути, да, я прошу своего поставщика, например, завода отгружать товары, не мне, у меня вообще нет склада, да, а моему непосредственному покупателю. То есть у завода есть документы, подтверждающие, что он выполнил поставку мне, по сути, да, то есть отгрузил товары тому, кому я велела. И у меня есть от завода и от моего покупателя тоже вот эти соответствующие документы, что поставка была осуществлена. И, соответственно, непосредственно эти поставки там за месяц, квартал, а может быть за неделю я как транзитный перепродавец могу теоретически, это пока мое мнение, да, выставить одну товарную накладную на все эти отгрузки в адрес моего покупателя. Ну и теоретически завод мне тоже может выставить одну товарную накладную на все отгрузки там за месяц, например, в адрес моего покупателя. Но это пока мои размышления, как Ольга говорил, еще никаких разъяснений Минфина нет. Вот именно как при торговле можно сократить документы оборот. Поэтому вот скажу честно, мне бы хотелось узнать ваше мнение, и потом я посмотрю, что вы, возможно, обсудили в чате, в каких ситуациях вот именно при реализации товаров, да, вот штучных, да, товаров, не по трубе, можно сократить документы оборот. То есть одно мнение хорошо, да, наша команда обсудила, то есть тоже какие-то выводы сделали. Еще интересно, вдруг у кого-то на практике вот именно такая ситуация, когда можно сократить документы оборот по отгрузкам. То есть было бы интересно тоже посмотреть ваше мнение. Так вот, как бы то ни было, если вдруг кто-то увидел, что да, здорово, мы сейчас сократим документы оборот по отгрузкам и будем выставлять первичные документы, например, каждую неделю, да, за 7 дней, а может там каждый квартал, то не исключено, что это нам может как-то поспособствовать экономии на налогах. Теоретически, вот я смотрю, да, в ФСБУ 27-го написано, что можно выставлять там по неделе, за неделю, месяц и квартал. Главное составить эти первичные документы на отчетную дату. А если у вас не составляется промежуточная отчетность, то отчетная дата – это дата отчетности по итогам года. Поэтому теоретически, если, например, вы выставляете, будете выставлять первичные документы, ну, каждую неделю, предположим, на отгрузки за неделю, теоретически может случиться так, что товар отгружен, например, 29 сентября, а первичный документ на все отгрузки за неделю будет составлен 5 октября. И здесь есть соблазн сэкономить, как я уже сказала, на НДС, на налоги, на прибыль. На мой взгляд, ничего не получится. Объясню, почему. Ну, это вот как бы, да, сокращение документа оборота и какие возможны налоговые риски, что здесь учесть. Ну, по налогу на прибыль у нас доход от реализации определяется на дату реализации, то есть на момент перехода права собственности, а право собственности, когда переходит, устанавливается договором. Поэтому, если, например, по договору поставки право собственности на товар переходит в момент отгрузки этого товара перевозчику, передача перевозчику, то независимо от того, когда вы составите первичный документ на отгрузку, Передали перевозчику, будет отметка в соответствующих транспортных документах. Все, налог на прибыль нужно заплатить. Реализация состоялась. По НДС, вы мне можете сказать, по НДС база возникает на дату отгрузки. Про аванс мы сейчас не говорим, но на дату отгрузки всегда база по НДС возникает. И Медвин говорит, что датой отгрузки товаров является дата составления первопервичного документа на имя покупателя, перевозчика для доставки товаров покупателю. И в своих разъяснениях он ссылался на закон 402 ФЗ об учете. В принципе, закон никто не менял в связи с введением 27 ФСБУ. Но и даже если, скажем так, можно действительно выставлять будет один первичный документ на несколько отгрузок, то в этом случае, на мой взгляд, и Минфин должен пересмотреть свою позицию в отношении даты отгрузки. Тем более, что его письма вообще-то не носят нормативного характера, хотя эта позиция была подтверждена судами. Так вот, я просто хочу напомнить, что понятия отгрузки нет в науковом кодексе, поэтому мы можем, должны обратиться к другим отраслям права. И, на мой взгляд, в гражданском кодексе такое определение есть. То есть по договору поставки, поставка осуществляется путем отгрузки, передачи товара. А передача товара, это статья 224 гражданского кодекса, это вручение вещи приобретателю или сдача перевозчику для отправки этой вещи, соответственно, покупателю, если обязанность по доставке не лежит на поставщике. Поэтому, на мой взгляд, независимо от того, какой в учетной политике вы определите способ оформления первичных документов, точнее говоря, периодичность оформления первичных документов на отгрузку товаров по НДС и по налогу на прибыль, ничего измениться не должно. А если вы посчитаете иначе, то, вероятнее всего, эту позицию придется оставить в судебном порядке. Ну и пока это мое субъективное мнение, шансов оспорить, ну, как бы, иную позицию налоговых органов в суде не будет. То есть, еще раз подчеркну, независимо от того, как будете оформлять документы на отгрузку, на мой взгляд, по НДС и по налогу на прибыль ничего не изменится, сэкономить не удастся. Хотя, хочу отметить, что тенденция последнего времени, безусловно, сокращение документа оборота. В связи с этим, хочу обратить ваше внимание на письмо ФНС от 16 марта, где ФНС, по сути, согласилась, что хотите, можете сократить количество счетов фактур. Да, счета фактуры, напомню, это не первичные документы. Это документ для вычетов НДС. В общем-то, так в кодексе написано. Но, совершенно точно, счет фактуры – это не первичный документ. Вот это, как бы, одно из распространенных заблуждений. Поэтому это не законом в учете, да? Вот. И ФНС в своем письме от 16 марта разъяснила, что можете выставлять счета фактуры на все отгрузки, которые были у вас в течение месяца или квартала в адрес одного и того же покупателя. Вот один счет фактуры. И такой порядок распространяется и на товары, и на работы, и на услуги. И при этом ФНС ссылалась на письмо Министерства по налогам и сборам, которому больше 20 лет, на письмо 2001 года. Тогда, правда, Министерство по налогам и сборам конкретно писало, что можете выставлять один счет фактуры по итогам квартала, но на длящиеся такие поставки, как оказание услуг, как поставка электроэнергии, нефти, газа. То есть то, что по трубе и по проводам идет. Правда, еще хлеб был, да, и скоропортящиеся продукты. Вот, ну, ФНС говорит, можете распространить эти положения на все отгрузки, товары, работы и услуги. Ну, вот как вы считаете? Давайте проведем такое своеобразное голосование в чате. Письмо ФНС соответствует нормам законодательства, то есть нормам налогового кодекса о выставлении счетов фактур. Есть ли какие-то риски, если мы будем выставлять счета фактуры на отгрузку товаров по итогам квартала, да, на все отгрузки в адрес одного покупателя по итогам квартала. Есть ли здесь какие-то налоговые риски? То есть, пожалуйста, можно, да, обсудить в чате, интересно, я потом обязательно посмотрю, я, к сожалению, не вижу чат, вот, но потом обязательно посмотрю. Вот, на мой взгляд, формально письмо ФНС противоречит нормам налогового законодательства, потому что пункт 3 статьи 168, что нам говорит? Счета фактуры выставляются не позднее пяти дней с даты получения предоплаты или с даты отгрузки товаров. Получается, что выставляя один счет фактуры на все отгрузки по итогам месяца или квартала, мы нарушаем срок выставления счетов фактуры. Другое дело, что это особых налоговых рисков не содержит, да, потому что даже по несвоевременно выставленным счетам фактурам покупатель вправе принимать к вычету НДС. За несвоевременное выставление счетов фактур для продавца нет никаких штрафных санкций. Кроме того, мы определим налоговую базу своевременно, то есть в том квартале, в котором действительно произошли отгрузки. То есть бюджет здесь будет не в накладе, если можно так сказать. Кроме того, сейчас в счетах фактурах, знаете, появилась новая строка, строка 5А, где мы отражаем данные отгрузочных документов. И поэтому можно будет соотнести конкретный счет фактуру с конкретными отгрузками, произведенными в течение квартала. То есть контроль у налоговых органов будет. Вот, поэтому, с одной стороны, на мой взгляд, эти разъяснения противоречат формально нормам налогового законодательства, но особых налоговых рисков, опять же, не содержит. Другое дело, что в этом же письме от 16 марта ФНС предложила, то есть не то, что предложила, она, по сути, сказала, что не против, если мы сократим счета фактуры на авансы. Правда, здесь есть одно «но». Вот я прям специально жирно выделила. То есть если по отгрузкам можно сократить счета фактуры на все практически отгрузки по товарам, работам, услугам, и при этом, получается, неважно, как именно они отгружаются ежедневно, раз в неделю или с другой периодичностью, то по авансам, посмотрите, по мнению ФНС можно выставлять счета фактуры на остаток аванса, не закрывшейся отгрузкой по итогам квартала при ежедневных отгрузках товаров или оказании услуг. Ну, по услугам я понимаю. Например, у меня услуги аренды 15 числа, например, 15 марта я получила плату за март. Вот это я что получила? Аванс за 15 дней. То есть это оплата за 15 дней марта и другая часть предоплата за другие 15 дней марта. То есть как мне квалифицировать этот платеж? Ну, вот в моем примере. Поэтому по длящимся услугам, по которым, по сути, нельзя определить или можно, но это нерационально, что есть уже оплата. А оказанных услуг, которые длящиеся изо дня в день, да, что есть предоплата в счет там услуг, которые будут оказаны до окончания месяца или квартала, да, вот здесь я бы согласилась, что следует считать авансом только те денежные средства, да, ту предоплату, которая не закрылась оказанием услуг по итогам квартала. Но если речь идет об отгрузке товаров, то давайте читать тогда вот дословно письмо ФНС. То есть, на мой взгляд, это себе могут позволить только те, кто осуществляет именно ежедневную отгрузку товаров, вот именно каждый день. И поэтому тоже не может четко определить, вот те деньги, которые они получают за товар, что это. Потому что покупатель может оплачивать предоплату, да, по одному счету, тут же доплату по другому счету и нерационально определять, что это. А у меня может быть сто отгрузок в адрес одного и того же покупателя каждый день. То есть, поэтому резюме, с моей точки зрения, позволить себе выставлять счета фактуры на остаток аванса по итогам квартала могут только те компании, у которых нельзя определить, что же именно они получили в качестве оплаты. То есть, если вы точно знаете, что вы получили платеж и это предварительная оплата, мой вам совет, извините за выражение, не морочите голову, выставите счет фактуру, определите налоговую базу с полной суммой предоплаты, не ждите окончания квартала. Почему я так об этом говорю, да, почему я это вот позволяю себе советовать? Потому что на самом деле есть огромные риски. Во-первых, все, что написал ФНС и письма, на которые ссылается ФНС, письма Минфина, они не носят нормативного характера. И, кстати, давно-давно Минфин предлагал оставлять счета фактуры на остаток аванса, но, опять же, в строго ограниченных случаях, при оказании длящихся услуг, да, опять же, при поставке нефти, газа, оказании услуг в связи. И, кроме того, хочу напомнить, что формально эти разъяснения противоречат нормам налогового кодекса, и судебная практика говорила о том, что действительно налоговая база возникает на одну из наиболее ранних дат. На день получения предоплаты и на день отгрузки. И при этом на день отгрузки НДС из численности предоплаты принимается к вычету. И уже были прецеденты, когда пришли на проверку из налоговой и начислили НДС с полной суммой полученной предоплаты. И когда налогоплательщик сказал, слушайте, мы уже заплатили с отгрузки, а теперь вы нам, по сути, на те же суммы начисляете НДС, у нас двойное налогообложение, суд сказал, извините, да, налоговая база должна была возникнуть по факту получения денег предоплаты. Предоплата была? Была. НДС надо было исчислить. И при этом НДС в праве принять к вычету. Но это ваше право, и налоговый орган не может вам это право навязывать. Поэтому сокращать документ наоборот, по крайней мере количество счетов фактур, нужно очень обдуманно, взвесив все налоговые риски по сокращению вот этих документов. И если еще я могу понять сокращение счетов фактур на отгрузку, хотя опять же формально не разделяю этот подход, то сокращение счетов фактур на авансы я бы категорически не рекомендовала. Что касается типичных ошибок при оформлении документов и их налоговых последствий. Я уже как-то говорила на одном из вебинаров, что очень важно правильно оформлять документы по инвентаризации. И Ольга Легонькова сегодня тоже говорила о том, что инвентаризация очень важна. Я знаю, кстати, даже судебные решения, когда в субсидиарной ответственности привлекли и руководителя, и, грубо говоря, Глобуха, он, правда, там на аутсорсинге был, при банкротстве, компанию довели до банкротства. И конкурсный управляющий сказал, а вот у них числится имущество на балансе, которого на складе нет. Потому что инвентаризация не проводилась и давно уже представляют, ну, можно сказать, поддельную отчетность. И вот один из аргументов был, почему был виновен Глобух и руководитель в том, что нельзя удовлетворить требования кредиторов. Не было инвентаризации проведено, подтверждающей наличие действительно товаров в учете. Вот, поэтому инвентаризация действительно важна, но мы сейчас не, ну, как бы, с другой стороны на это посмотрим. Значит, если по результатам инвентаризации, вот сейчас годовая начнется, мы обнаружили, что у нас есть недостачи. Ну, опять же, смотрим, ну, как правило, смотрят, а что это за недостачи, да, то есть, вот, крупные, мелкие, кто-то там рукой махнет, да. Вот, то есть, обнаружили недостачи, что мы должны сделать? Методические указания четко говорят, вот, обязательно мы должны выяснить, а куда делись наши товары, да. То есть, минимум, что должно быть, объяснение материально ответственного лица, куда с его точки зрения делись эти товары. Для чего нам это нужно? Ну, во-первых, для налога на прибыль нам хорошо бы выяснить виновных, установить, тогда мы сможем расходы учесть на эти недостачи, с виновных что-то взыскать, да. Ну, как правило, если там не большие суммы или большие суммы, но, как говорится, известно, куда они ушли, например, были случаи, когда там 3 тонны ГСМ как-то испарилось, непонятно куда, да, никто не знает куда, и руководство сказало, не будем выяснять, куда 3 тонны делись, списали там 3 тонны ГСМ, условно говоря, да, не уменьшая, конечно, налогооблагаемую прибыль. Так вот, когда у нас что-то пропало и виновных нет, то здесь мы можем учесть в расходах вот эти убытки по налогу на прибыль только в том случае, если у нас есть справка официальная об отсутствии виновных лиц. То есть, если у нас что-то украли, это хотя бы справка о приостановлении уголовного дела, да, а если там, например, в торговом зале или забегая вперед, хотя бы справка о невозбуждении уголовного дела, потому что, как правило, если из торгового зала что-то украли, уголовные дела не возбуждаются, потому что не знают, все сразу это украли или по частям это крали, когда это произошло, да, потому что это выяснилось только при инвентаризации. Поэтому какую-то бумажку нам для налога на прибыль нужно получить. А если мы готовы пожертвовать налогом на прибыль, многие говорят, ну и по налогу на прибыль не будем учитывать недостачи, а здесь вопрос с НДС возникает. И, как правило, самый распространенный вопрос у бухгалтеров, вот мы списываем недостачи, а надо ли нам восстанавливать НДС по этим товарам, да, которые мы списываем. Хочу заметить, что уже давно и Минфин, и ФНС пришли к выводу, что восстанавливать НДС при списании недостачи не требуется. Но я вот специально жирным на слайде выделила, предлагают нам руководствоваться постановлением пленуму ВАЗ номер 33 30 мая 2014 года, а это может быть даже хуже, чем восстановление НДС. Дело в том, что суд сказал, что когда мы списываем недостачи, безусловно, это не объект обложения НДС. Если действительно у нас выбывает имущество по независимым от нас обстоятельствам, то есть в результате боя, хищения, порчи, стихийного бедствия и тому подобных ситуаций. Но, сказал Верховный суд, мы должны зафиксировать сам факт выбытия, то есть у нас должен быть акт инвентаризации. Чем мы фиксируем факт выбытия? Акт инвентаризации. Мы зафиксировали и причины выбытия этих товаров. Поэтому минимум, что у нас должно быть? Объяснение материально ответственного лица, куда делись товары. Не знаю, там взломали склад, там фото приложить, уж если там дверь взломана, условно говоря, не знаю, там подкоп сделали, еще что-то. Или там в общем доступе находилось, находилось то имущество, за которое в ответе материально ответственное лицо. То есть понятно, он не мог осуществлять фактически над ним контроль. То есть вот он объясняет, что вот кто-то, кто-то его там утащил. Или я не знаю, или у вас сверхнормативные потери, там сверх нормы естественной убыли, если нормы естественной убыли установлены. То есть вот объяснение должно быть. Но и в общем по большому счету этого объяснения достаточно, чтобы говорить о том, что имущество выбыло не по воле, зависящее от воли сторон. Но если налоговый орган видит, что-то часто у вас вот как куда-то все пропадает, там портится, бнется и так далее. То есть не соответствует вашему техпроцессу очень большие потери, которые вы все списываете, списываете, и никто не виноват. Или не ищете того, кто виноват. Или же вообще нет документов, подтверждающих, по какой причине это имущество выбыло, то налоговый орган может начислить НДС как при реализации этого имущества без возместного, исходя из рыночных цен. Поэтому здесь уже речь пойдет не о восстановлении НДС, входного НДС, будем говорить по закупочной стоимости, а о начислении НДС с рыночной стоимости пропавших товаров и другого имущества. И уже есть примеры судебной практики, вот сейчас у вас на экранах определения Верховного суда, там до начислили НДС, налог на прибыль крупной торговой сети, которая списывала недостачи из торгового зала, причем все в одну кучу свалили. И недостача, то есть кражу товаров из торгового зала, и мятые товары, которые уже не подлежат реализации, то есть все в одну кучу свалили, все одним приказом списали, более того, в приказе написали не разбираться в причинах недостачи, не обращаться в правоохранительные органы. Ну и сами написали, сами подтвердили, что оснований говорить о том, что это не выбыло в пользу третьих лиц, нет, суд сказал, извините, причины выбытия товаров как-то инвентаризации не приложены, поэтому налоговый орган прав ни в расходах по прибыли, ни с рыночной стоимости нужно начислить НДС. И также есть еще ряд судебных решений, вот как раз почему-то по бензозаправкам, когда там усушка, утруска, ГСМ куда-то испаряется, или дырка в цистерне вдруг происходит, при этом никакой экологической катастрофы нет, никаких мер не принималось по нейтрализации разливов и так далее, то есть такие случаи тоже были, и здесь налоговые органы тоже начислили НДС, исходя из рыночных цен. Поэтому не стоит пренебрегать оформлением документов по инвентаризации, обязательно просите объяснительные, куда с точки зрения материально ответственного лица делись, так сказать, товары. То есть даже если вы не захотите по прибыли учитывать эти убытки, то для НДС эта бумажка очень будет нужна. Ну и еще такой случай из практики, постараюсь покороче, потому что, я думаю, все организации солидные, наверняка у вас такого нет. Хотя мы проверяли солидную организацию, иностранную компанию. Когда пришел в иностранную компанию новый главбух, да, и решила инициировать аудит, чтобы, ну как бы в ноль вывести работу, да, вот все знать, что прошлый период, за который она не отвечала, все там тоже хорошо, и потом этот прошлый период разгребать не придется. И кроме того, инициировала она еще аудиторскую проверку, потому что она пришла, посмотрела свежим взглядом, как идут дела в компании, как организован бухгалтерский учет, и увидела, что с ее точки зрения, если к ним сейчас придет налоговая, то расходы на прибыль снимет, расходы на аренду автомобилей снимет, расходы на ГСМ арендованных автомобилей снимет. Но когда она сказала о том, что бухгалтерия, ребята, нам нужны документы соответствующие, да, бухгалтерия, сами знаете, могла возразить, мы вот 10 лет работали, эти документы не составляли, а как бы ничего нам за это не было, да, то есть главный бухгалтер в том числе хотела и доказать из того, что она права, и в том числе подтвердить свою компетентность перед сотрудниками, да, в том числе и свой рейтинг подтвердить. Аудиторской проверкой действительно опасения главбуха оправдались, то есть мы действительно, наши аудиторы согласились, что нужно составить, опять же, внутренние бумажки, которые подтвердят, их нужно составлять впредь, да, которые будут подтверждать вот эти расходы. Ну, давайте такой своеобразный чек-лист по премиям. Первое, да, почему премии? Главный бухгалтер сказал, есть риски у нас по премиям, почему? Ну, во-первых, вот в той компании не было ни в трудовом договоре, ни там в коллективном, коллективном договоре вообще не было, да, упоминаний о возможности выплаты работникам премий вообще, да. Поэтому первое, что должно у нас быть, если мы хотим премию учитывать в расходах, это или в трудовом договоре должна быть установлена возможность выплаты премий, даже не или, обязательно в трудовом договоре должна быть установлена возможность выплаты премий. И в идеале отсылка к локальному нормативному акту, где написано, в каких случаях, как работник будет премироваться. Например, к положению о премировании сотрудников. Если есть коллективный договор, может быть в коллективном договоре. А почему я на это так упираю? Ну, посмотрите статью 255, это расход на оплату труда, посмотрите статью 270, это расходы не учитываемые в целях налогообложений. Там в черном по белому написано, нельзя учитывать в расходах вознаграждения работникам, не предусмотренные трудовыми договорами. Поэтому, да, первый чек-лист, проверяем трудовой договор, возможность выплаты премий нашим сотрудникам. Кроме того, Минфин говорит, должно быть экономически обосновано выплаты премии, поэтому у вас должен быть порядок расчета премий. То есть вы можете установить, что если нет, иногда премии бывают вот прям системой оплаты труда, по сути, частью заработной платы. Здесь, безусловно, следует посоветоваться со специалистами по кадрам, и я не исключаю, что когда у нас премия – это часть заработной платы, то ее можно просто оформить как сдельная оплата труда, да, вот, то есть в зависимости от результата. А еще можно установить премии именно за перевыполнение каких-то показателей. То есть премии могут выплачиваться и за выполнение должностных обязанностей без замечаний, да, премии могут выплачиваться за выполнение плана, перевыполнение плана, можно написать, от чего это зависит, может быть, за какие-то достижения. То есть в идеале ФНСники хотят видеть положение опремирования, где четко написано, кому сколько, в каких ситуациях положено, и хотят видеть, например, записки, эти служебные записки руководителей подразделения о том, что их работники действительно выполнили условия для начисления им премий. То есть вот это должно быть в идеале просто, да. Вот, поэтому такой своеобразный чек-лист проводим, такую проверку, и, безусловно, особое внимание налоговики уделяют премиям руководству топ-менеджерам, потому что там премии могут быть существенные. Вот одно из последних судебных дел удалось обосновать 20 миллионов премий троим, да, топ-менеджерам. Но почему этот суд, вот, интересно, я его привожу, потому что, по сути, в этом суде мы можем посмотреть, какие претензии к премиям предъявляют налоговики. То есть вот они хотели сведения об индивидуальных показателях, при достижении которых директорам должна быть выплачена премия. То есть, значит, да, делаем себе галочку, ставим, так, надо обязательно где-то прописать, при каких показателях руководству будем выплачивать премии. Как правило, это в трудовых договорах закладывается, чтобы в положении опремирования другие сотрудники не завидовали, да, топ-менеджерам. Вот, то есть что-то только они знали, за что им будет премия. И документы, подтверждающие связь премии с результатами труда. Ну, забегая вперед, сказал, что вообще-то налоговый орган не вправе оценивать эффективность руководства. А сам налогоплотический сказал, что вообще-то все, что вы нам тут в замечание поставили, у нас все было. Вот протокол заседания Совета директоров, который решил, что нам нужно выплатить премию. Протоколы приложены материалы с показателями, как мы хорошо работали. То есть и обновили там оборудование, и у нас рост динамики чистой прибыли. То есть все это у нас есть. Именно поэтому Верховный суд, да, встал на сторону налогоплательщика. 20 миллионов премий топ-менеджерам удалось отстоять. Вот, и, кстати, хочу сказать, что если вы выплачиваете премии уволенным работникам за те результаты труда, которые они достигли при работе, обратите внимание, чтобы в трудовом договоре или локальном нормативном акте была предусмотрена обязанность работодателя по выплате премии за отработанный период, даже если работник уволился. По умолчанию, сказал Роструд, работодатель не обязан выплачивать такую премию. Соответственно, налоговые органы будут считать это не экономически необоснованным расходом. Ну и что касается автомобилей, прям уже время поджимает. Как подтвердить расход на аренду автомобиля? Здесь все понятно, да, договор аренды автомобиля. Вернемся к конкретной компании. По аренде, как бы никаких проблем нет. Документы по аренде были. Но 252 статью об экономической обосновке расходов никто не отменял. Поэтому мы должны, если берем в аренду автомобили для сотрудников, если мы им выплачиваем компенсацию за использование личного автотранспорта, опять же, первая чек-лист, смотрите их должностные инструкции. То есть в должностной инструкции или в трудовом договоре должно быть прописано, что работники обязаны использовать служебные автомобили для поездок. Служебных или там, возможно, у них разъездной характер работы, то есть в зависимости от конкретной компании. То есть в должностной инструкции работники должны по должностной инструкции пользоваться служебным автомобилем. То есть это первое, для чего мы арендуем автомобиль. Обосновали. А теперь мы обосновываем, а действительно ли эти автомобили используются по производственной необходимости. И это могут подтверждать путевые листы с обязательным маршрутом пути в путевых листах. Или же это могут быть, если компания не обязана составлять путевые листы, например, сотрудник сам один ездит в служебном автомобиле или в автомобиле, за который ему выплачивается компенсация, то здесь вместо путевого листа может быть иной документ. Там книга разъездов или документы на основании системы ГЛОНАСС по навигации. В зависимости от того, что у вас есть. И вот эти путевые листы и документы также обосновывают расходы на ГСМ. То есть просто компенсировать сотрудникам расходы на ГСМ на основе чека ККТ нельзя. И если вы это делаете, это не расходы по налогу на прибыль, это НДФЛ и страховые взносы, если вы не готовы спорить с налоговыми органами. По поводу путевых листов хочу отметить, или вот иных документов. Если в путевых листах просто написано «поездки по городу», то, скорее всего, у вас возникнут споры с налоговыми органами. Уже море судебных решений, когда суды говорят «нет, поездки по городу» не подтверждают, что в ГСМ потратили по производственной необходимости. То есть обязательно должен быть километраж, расчет ГСМ, соответственно, и улица такая-то, улица такая-то. То есть если поездка в налоговую улица такая-то, если поездка к антрагенту, обязательно адрес из офиса, соответственно, поездка к антрагенту. И вот только при таких условиях можно подтвердить расходы на ГСМ. И если вернемся конкретно к той компании, которую проверяли наши аудиторы, что пришлось все восстанавливать, сделали должностные инструкции, доп. соглашения к трудовым договорам. Пришлось всем восстанавливать путевые листы, вспоминать, куда ездили они вообще по производственной необходимости, к чекам, которые приложили. То есть все завершилось хорошо. Это хорошо, пришли аудиторы. И, кстати говоря, чтобы подтвердить расход на городскую парковку, тоже нужен путевой лист. И положение опримирования составили в той компании. То есть все завершилось у компании хорошо. Поэтому она, по сути, сэкономила не только 20% на штрафы, если к ней налога пришла, но и сэкономила деньги в виде неуплаты тех налогов, которые ей могла бы начислить налоговая инспекция. Поэтому аудит – это не затраты, как мы говорим, это инвестиции, они могут дать, в общем-то, ощутимую прибыль в виде экономии на штрафах, в виде экономии на налогах. И мы можем найти в том числе резервы, которые иногда компании переплачивают налоги. Такие тоже случаи были при аудите. И здесь хочу заметить, что если вы проводите обязательно аудит и задумываетесь над тем, что хотелось бы действительно знать, а что у меня вообще происходит в налоговом учете, и знать все ошибки, а не только существенные, которые так или иначе могут повлиять на достоверность бухгалтерской отчетности. Вы, наверное, знаете, что если вы проводите финансовый классический аудит, то проверяют только бухгалтерскую отчетность, а налоги, поскольку они могут исказить бухгалтерскую отчетность. То есть если вы хотите знать, что у вас действительно в налоговом учете, оцифровать, некоторые компании хотят знать свои риски, даже резервы создают, чтобы вот у нас была одна крупная компания, которая заказала налоговый аудит, а она хотела узнать величину их налоговых рисков. Не тех, да, это не схематоз какой-то, а это те риски, когда есть пробелы в законодательстве, они хотели знать, что если к ним придет налоговая вдруг, и да начислят, сколько им придется заплатить, если они в суде не выиграют, и какие документы им нужно подложить, да, вот чтобы выигрыш в суде был максимальный, да, шансы на выигрыш в суде были максимальные. Вот следующий спикер Наталья Наталюк как раз принимала участие в этом проекте как налоговый юрист, и подбиралась в судебную практику, и давала анализ. Поэтому аудит можно проводить с максимальной пользой, по индивидуальному техзаданию, и как у нас системно-комплексный аудит с углубленной проверкой налогового учета и страховкой от налоговых претензий. То есть когда мы проводим системно-комплексный аудит, мы его поэтапно проводим, что, кстати, очень удобно, потому что минимизирует срок проверки окончательный в горячий период, март-апрель, когда у вас отчетность уже за первый квартал начинается, и сразу вы все ошибки исправляете в течение года. То есть вот мы проводим аудит системно-комплексный, если находим ошибки, и клиент следует нашим советам, минимизирует риски, но все-таки что-то налоговое доначисляет, то мы предоставляем юридическую поддержку, предоставляем наших юристов для защиты интересов налогоплательщиков, налоговых органов в течение трех лет после проверенного периода. И если отбить доначисление не удастся, компания «Ингострах» компенсирует штрафы и пении. И сейчас вы видите, есть хорошая выгода для заключения договора на аудит. Скидка 15%. И еще дополнительные бонусы. Это актуализация раздела учетной политики. И консалтинг в подарок. И повышение квалификации для ИПБ. И практика применения ФСБУ. То есть наши аудиторы будут на связи, будут помогать применять новые ФСБУ. Вот о горячей линии налоговых юристов, скажет Наталья, которая будет после меня выступать. Ну и хотите, если получить видеокурс Ирина Лехникевич, тоже можете перейти по QR-коду и подписаться на нашу рассылку. И получите совершенно бесплатно. И забыла, кстати, сказать, если вы перейдете по QR-коду и на расчет стоимости аудита. То есть буквально за одну минуту вы узнаете стоимость аудита в нашей компании. Прошу прощения, Наталья, что я немножко так задержалась. Я теперь посмотрю, есть ли вопросы. Еще же вопросы. ФСБУ 27. Так, вопросы Виктории. Так, по поводу НДС на авансы. Мне интересно, почему президент более 10 лет назад поручил отменить НДС на авансы, а правительство никак не применяет этот закон. Хотя в чтениях он где-то ходит. Неужели предприниматели и бухгалтеры тоже против этого? Ну, я не знаю, что там у нас. Провокационный политический вопрос, конечно. Я не знаю. Вот сказать честно, мне вообще непонятно. В налоговом кодексе столько пробелов, которые, ну как бы, хорошо, пропишите даже в налоговом кодексе позицию Минфина и ФНС из своих писем, но чтобы налогоплательщикам было понятно. Мне непонятно, почему нельзя в налоговом кодексе все четко прописать. Вот. Но я не думаю, что НДС с авансов отменят. Вот я вчера видела, что налог на прибыль хотят увеличить до 30% для тех компаний, которые выплачивают большие дивиденды и мало вкладываются в развитие. Поэтому у нас, к сожалению, тенденция в налогообложении, смотря на все заверения, если я не ошибаюсь, по-моему, президента, что не будем увеличивать налоги. То есть вот вся тенденция налогообложения идет почему-то наоборот на увеличение налоговой нагрузки, на увеличение налогового контроля. Вот. И сказать честно, я не думаю, что будут отменять НДС с авансов, потому что даже вот когда наступила, так сказать, пандемия, помните, мы все тут сидели два месяца на каникулах президентских, по удаленке работали. И понятно, там ни у кого денег не было платить налоги. И мы, кстати, принимали участие в заседании обгудсмена по городу Москве, предприниматель, да, по защите предпринимателей, и предлагали ФНС вот хотя бы на переходный период сделать кассовый метод уплаты НДС. То есть помните, когда-то давно у нас был. То есть оплатили вам выручку, заплатите НДС в бюджет по оплаченному, потому что прекрасно понимали, что денег у людей нет, когда нет возможности работать. Но что нам сказали, что вы понимаете, что это усложнит администрирование. Поэтому я не думаю, к сожалению, что что-то будет менять в авансах, потому что это усложнит администрирование. А если мы не будем платить НДС по предоплате, то, сами понимаете, денег в бюджете будет меньше, а они нужны. Поэтому вот, ну, к сожалению, я скептически это, к этому отношусь, и мне, скажу честно, иногда кажется, что делают вид, что да-да, предприниматели, мы вас слышим, предпринимаем меры, но вот этого не происходит. Так, при выявлении недостачи по инвентаризации мы должны начислить НДС на рыночную стоимость списанных товаров. Что будет признаваться рыночную стоимость для товара? Цена покупки или цена, по которой компания продает этот товар своим покупателям? Ну, вообще формально ни то и ни другое, потому что мы должны открыть первую часть Налогового кодекса, статья 105, не помню, там с точкой какой-то, скажу честно, да, то есть, которая определяет порядок определения рыночных цен, но, скажем так, в целях минимизации рисков, то есть, это один из методов, да, то есть, вы берете средние рыночные цены, там, условно говоря, ценщика, да, нанимаете, а вот этот метод последующей реализации, то есть, велика вероятность, что если у вас списание недостач по суммам велики, ну, налоговый орган захочет применить метод последующей реализации, хотя все методы рыночной оценки, да, должны применяться последовательно, то есть, если я не могу нанять оценщика, он не может мне оценить рыночную стоимость товаров, которые как бы безвозмездно даром ушли, потому что на рынке нет этого товара, да, то, соответственно, переходят к второму методу, по-моему, второй метод как раз и есть цены последующей реализации, вот, но, на мой взгляд, если вы начислите хоть с чего-нибудь, хоть даже с покупной стоимости, потому что покупную стоимость тоже можно, на самом деле, считать рыночной, я даже могу найти письмо Минфина, когда Минфин говорит, когда вы чего-то там безвозмездно, товар, работу, услуги передаете, да, то, значит, вы должны определить налоговую базу по цене не ниже затратка, да, на приобретение этого товара, поэтому, Ирина, к сожалению, здесь возможны варианты, да, и ни тот, ни та, ни другая цена формально рыночной не считается, но, если говорить на практике, я считаю, что если вы даже начислите НДС, а, по сути говоря, восстановите, но, да, начислите, исходя из цены приобретения, налоговые органы не будут сильно возражать, потому что для того, чтобы вам начислить, исходя из рыночных цены, им нужно будет привлечь оценщика, да, к этому делу, действительно, выяснять рыночную стоимость, это первый метод. А если в его договоре прописаны условия оплаты, включая премию по результатам проекта, но к моменту увольнения проект не завершен, какие риски, что сотрудник оспорит невыплату премии, можно ли ввести коррективы в правила непосредственно перед выплатой. Вы знаете, это, к сожалению, Инна, не ко мне вопрос, это к специалистам по трудовому праву, да, это вот на аналогии, будем говорить, не влияет. Здесь возможны какие-то риски, да, но вот здесь уже должны разбираться специалисты по трудовому праву. Вообще, конечно, с работниками хорошо бы расставаться, так сказать, полюбовно и оплатить ему какой-то вклад в этот проект, если есть. Но опять же, смотрите, хоть это не мой вопрос, да, это вопрос трудового права. Значит, если мы подходим к этому вопросу формально, да, проект не окончен, сотрудник уволен, если у вас в локальных нормативных актах, как нам пишет Роструд, вот у вас будет презентация, возьмите реквизиты письма Минфина, где он про премию уволенным сотрудникам пишет и ссылается на письмо Роструда. То есть, если у вас там будет написано, не написано будет в локальном нормативном акте, что сотрудникам положены выплачивать премии после его увольнения, то, соответственно, вы не обязаны выплачивать премию этому сотруднику, да, и если, кстати, налоги на прибыль, такая премия не сможет уменьшать наукооблагаемую прибыль. То есть, если мы к этому вопросу подходим формально вот так. Вот, все, вроде больше вопросов нет. Если что, я все равно никуда не ухожу. Наталье передаю слово. И если кто-то хочет, я забыла так, остановить демонстрацию экрана. Вот, и еще сейчас я на всякий случай в чат скину ссылки для тех, кто хочет узнать расчет стоимости аудита, ссылку отдельно, и для тех, кто хочет подписаться на нашу рассылку и получить безвозмездно даром курс Ирины Лехникевич. Все, я с вами прощаюсь. До свидания. Всем добрый день. Ну что ж, пришло время поговорить о должной осмотрительности. Я сейчас выведу на экран демонстрацию презентации. Но пока хочется сказать о чем? О том, что как только слышат само словосочетание должное осмотрительность при выборе контрагента, конечно же, у многих даже само словосочетание вызывает просто массу из самых таких даже не очень приятных эмоций. Почему? Потому что, да, несмотря на то, что у нас в действующем законодательстве как-то уж нет самого понятия, да, вот, что я себе представляю должное осмотрительность, тем не менее, мы с вами обязаны опираться на судебную практику, на разъяснение Федеральной налоговой службы и Верховного суда. И, конечно же, проявлять самую должное осмотрительность. Поэтому цель понять, что же от нас требуют налоговые органы, в каких случаях и в каком объеме следует проявлять эту так называемую уже коммерческую осмотрительность. Ну, история вообще началась, как вы знаете, еще с 2006 года, когда появилось постановление пленом на высшего арбитражного суда, известное, 53-е, где как раз нам было сказано о том, что все-таки налоговые органы, они должны исследовать до понятия получения необоснованной налоговой выгоды налогоплательщикам, а проявлял ли он ту самую пресловутую должное осмотрительность при выборе контрагента. И, вспоминая судебные процессы, как раз 2006-2007 года, когда мы защищали права и интересы компании, конечно же, в первую очередь, поскольку раньше такого требования нет, не было требований доказанной должной осмотрительности, мы подтверждали ее, в первую очередь, выписки из единого государственного реестра. Ну, конечно же, и, по-моему, чем именно право подписания, заключения договора, право подписания счетов, походу, первичных документаций, ну, такие вот основы-основ. И даже было достаточно много судебных процессов, в которых я, в том числе, и участвовала. Даже достаточно было только лишь одной выписки. И судья, в принципе, да, говорил, что, ну, вот, должная осмотрительность проявлена. Ну, на сегодняшний день у нас все изменяется. Вообще, на сегодняшний день иметь только выписки из единого государственного реестра, как вы знаете, просто недостаточно. Потому что те же самые технические компании, компании «Однодеметрия», как мы привыкли их называть, они представляют достаточно интересный, вполне солидный пакет документов для подтверждения должной осмотрительности, и хотя на самом деле они не являются добросовестными участниками в том числе от этого налогового процесса, и могут вызывать массу вопросов как со стороны налоговых инспекторов, так и, конечно же, судей. Далее у нас в 2007 году известный приказ, собирали налоговые службы, в котором были утверждены концепции системы планирования и выявлены налоговой проверки. Вот есть 12 пунктов, этих критерий, которые гласит о том, что есть соответствующий риск, ориентированный подход, и большое внимание налоговому инспектору необходимо уделять на тех налогоплательщиков, которые ведут свои финансово-хозяйственные деятельности с высоким налоговым риском. В том числе высокий налоговый риск – это наличие договорных отношений, заключение, оформление сделок с компаниями, которые являются неблагонадежными. Неблагонадежно всего того, что они являются, по большому счету, компаниями-однодневками, номинальными директора, и как раз судебных процессов очень часто, вот с участием порт, приглашались в качестве свидетелей, в большинстве своем приводили, и как свидетелей непосредственно представителей налоговых органов, где вот эти номинальные директора говорили о том, что они никогда не видели налогоплательщика, на самом деле не подписывала к имени компании однодневник, вообще-то есть никакие документы, возможно, в отношении нашей компании не заключался договор, и прочее, и прочее. То есть ставились в сомнение, вообще реальность сделок с этой компанией. Но сама компания очень часто признавалась однодневкой. Дальше у нас история развивалась так, что все-таки Федеральная налоговая служба, опять же, опираясь на эти 12 критерий, то из концепции системы планирования говорили о чем? О том, что, конечно же, налогоплательщик должен удостовериться о госрегистрации компании, то есть информацию в ИГРЛ посмотреть. И дальше речь шла, помните, уже о паспортах, о том, что действительно проверили, не встречались ли вообще с руководителем компании-контрагента, проверили ли его паспортные данные и так далее, и не выезжать по месту нахождения компании, достоверяться, что не находятся действительно по тому адресу, например, который указан в ИГРЛ, не является адресом массовой регистрации. И как раз сделали акцент, что сама по себе выписка из ИГРЛ, то есть она немножко сама по себе свидетельствует о действительно проявлении той самой должной осмотрительности. Ну, шагая дальше, это, кстати, трансформация по должной осмотрительности, конечно же, известный письмо 2017 года, где как раз говорилось о чем? О том, что обязательно нужно налоговому инспектору исследовать перечень необходимых как действий, так и документов, которые подтверждают проявление коммерческой осмотрительности. Причем, обратите внимание, конкретный перечень документов для подтверждения должной осмотрительности до сих пор не существует. Его нет и более того не будет, потому что для каждой сделки, для каждой ситуации, для каждого взаимоотношения с конкретным контрагентом нужно будет и сейчас собирать отдельные документы. То есть есть такое понятие, как должная степень осмотрительности и прозванных нашим конкретным контрагентом. Далее интересное письмо как раз от марта 2017 года, где как раз замечательный все-таки акцент был сделан в Союзной налоговой службе о том, что все-таки больше внимания, не только по формальным таким каким-то обстоятельствам, до основаниям привели к претензии налогоплательщикам из-за того, что, допустим, его контрагент оказался однодневкой. Непосредственно исследовать важный момент именно самого отношения налогоплательщика к этой однодневке. Он знал, что это однодневка, и не мог не знать, что это однодневка. Это один вариант развития событий. А когда действительно появлена вроде осмотрительность, причем в должном объеме. он так получил, что на каком-то этапе взаимоотношений контрагент стал технической компанией. Однодневка, но сейчас мы уже говорим по технической компанией. То есть непосредственно взаимоотношения, чтобы определить вину. Дальше у нас, естественно, в 2017 году, вы знаете, является известная статья 54-пин налогового кодекса, которая дает определенные свои постулаты при основных требованиях, которые должны исследовать непосредственно инспекторам. И прежде чем поговорить об этой статье и сделать важный акцент, я хочу показать вам письмо, которое вы, скорее всего, тоже видели, октябрь 2017 года. И здесь налоговая служба вдруг говорит, обрадовала нас этим письмом, говорит о чем? О том, что на самом деле эти понятия, которые существовали в статье 54-прим, то же самое с постановлением 53-я, дневную практику, в принципе, можно забыть. Поэтому должная осмотрительность, она вроде бы здесь особо-то и не важна. Главное именно учитывать те позиции, которые закреплены в статье 54-1, при вот этих вот пунктах. Более того, указали, что замечательно, подписание документов от имени контрагента, неполномоченным или неустановленным луком, и неисполнение контрагента налоговых обязательств, сами по себе не является безусловными основаниями для того, чтобы отказывать удочек из ПНД, соответствующую, отказывать в расходах, то есть делаем с этим проблемами, якобы контрагента. Ну, то есть, и вы, наверное, слышали, да, очень часто эксперты, когда выступали, когда появился какой-то статья, говорили, вообще, я должна осмотреть, в принципе, можно забыть. Кто-то уже вздохнул, но все-таки всегда, ну, очень осторожно подходишь к каким-то нововведениям, но, в частности, я считала, что это должно смотреть, потому что она важна, были такие горячие дебаты тоже с коллегами, но, исходя из чего? Из того, что, смотрите, в церкви сделка должна быть, действительно, не только неуплата налогов в экономии, умение в этой льготе, но и должна быть деловая цель, в том числе, когда мы ее доказываем, мы подтверждаем, чем хороша эта церкви, чем он отличается от другого, почему я выбрала именно него. Дальше, когда сделка исполняется тем, то есть тем лицом, с кем я заключаю договор, либо я знаю, что исходя из договора, из условий, что он будет привлекать кого-то. Все-таки, как ни пути, мы всегда проявляли коммерчески, просмотрите, уходя уже в область гражданского права, но давайте уже, положа в руку наперско, признаемся, что мы обыскуем и заключаем договор. Мы всегда проверяем с его контрагентом, особенно, если это касается крупных сделок для нашей компании. Значит, помимо отобрения, скажем так, помимо того, что мы действительно хотим себя подстраховать под возможности невыполнение каких-то, то есть выполнение некачественных каких-то работ, показания некачественных услуг, мы сначала интересуемся, а что это за компания? А лучше по рекомендации заключать договор. Если не по рекомендации, что есть какая-то ли информация в сети интернета, что пишутся, какие отзывы, а что у нас на сайте ПНС есть такая информация, а какова численность, сдает ли декларация, хватит исполна налоги. Но все-таки вот эти моменты, как на пути уже не вошли плотно в обиход, и многие компании, конечно, сейчас уже это все давно не используют, измедрили в жизнь при проверке контрагентов. Ну так вот, идем с вами дальше. Известное всем письмо марта с 30-х годов для Федеральной налоговой службы, помимо каких-то основных моментов, связанных с взаимоотношением проверок, нюансов проверок, взаимоотношениями с техническими компаниями, дала открыто, так можно сказать, алгоритм проверки. Вот обратите внимание на слайд, что вы сейчас видите. Тест на проявление осмотрительности выбора контрагента, он стоит в пятом расчете. Вот этот алгоритм абсолютно последователем должен быть. Налоговый инспектор, проверяя сделку с нашим контрагентом, в первую очередь должен убедиться, потому что действительно ли сделка была реальна, либо она существует только на бумаге, а в жизни ничего не было. Если компания не проходит этот тест на реальность, то следующие все четыре теста не имеют никакого значения. Вот мы с нами делаем вывод. А вывод следующий о том, что пакет документов по проявлению должной осмотрительности при нереальной сделке не спасет никогда. Когда спасет такие документы, по должной осмотрительности. Если действительно, и сделка действительно была контрагентом, действительно поставлены соответствующие товары, действительно, то есть работают были выводами контрагента и сами плательщиками, в кончике эти моменты удел, самое главное, должна быть реальна. Так вот, тест на проявление должной осмотрительности, на мой взгляд, особое значение имели для именно тех случаев, когда налогоплательщик сталкивается с претензией в механизм налоговых органов о том, что он получил необоснованную налоговую выводу по сделке с технической компанией, но он, налогоплательщик, не знал и не мог знать о том, что техническая компания по ряду случаев, потому что, в том числе, и провела осмотрительность. Когда мы с вами говорим о взаимоотношениях с налоговым органом и о понятии о осмотрительности при выборе контрагента, ведь не только в рамках выездной налоговой проверки возникает вопрос представить документы, подтверждающие, что проверил свой контрагент. Сейчас более модно со стороны налоговых органов направлять соответствующее уведомление налогоплательщикам. Я думаю, что многие из вас уже получали писем такие интересные о том, что необходимо подать сочиненную налоговую декларацию, особенно по истории налоговую недобавленную стоимость в связи с тем, что вы контрагент, конкретно какой контрагент, не исполнил налоговую обеспечку, то бишь не уплатил налог в бюджет. Да, вызывают на разговор, так называемые налоговые комиссии, почему в кавычках у нас есть пару писем со стороны Федеральной налоговой службы, которым они отменили действующие приказы, регулирующие, так называемые, налоговые комиссии, налоговые нагрузки по заработной плате и прочее. Но тем не менее, разговоры, те же самые, будем говорить, налоговые комиссии, продолжаются, вызывают руководителей, бюджетеров и просят действительно пояснить. На каком основании, во-первых, уточнитесь, из-за того, из-за проблемного контрагента, когда начинают доказывать свою невиновность, непричастность, незнание, что контрагент является технической компанией, конечно же, возникает вопрос, то же самое, должное осмотрительное. И тут возникает вопрос, а как вообще ведется работа в самой компании? Есть ли то же самое положение по договорной работе, по проверке контрагентов, как строится общее взаимоотношение с контрагентами? Пусть оруковали, действительно, проверяются контрагенты. Как ранжируются контрагенты, допустим, походности от издеваний? Почему? А сейчас вы должны осмотреть какой-то индивидуальный подход по каждой сделке, по каждой операции, по каждому контрагенту? Компании все разные, в том числе и походности. Для какой-то компании сделка будет доступна в 50 миллионов, а для какой-то компании это ничего не значит, в 400 миллионов. Сранжируем в соответствующем положении своих контрагентов и предъявляем соответствующие требования в нашем первой уровне отчасти работников, какую на работу должен провести, какие документы собрать в отношении контрагентов по сделке, допустим, до 50 миллионов. Если их свыше, то соответствующие более серьезные ответы. Вот о чем сегодня нам говорят и суды, и налоговые органы. Поэтому на самом деле нужно заранее готовиться выбирать по те документы, какой конкретно по те документы, естественно, я обязательно скажу, и подробности будут обязательно в презентации, так что у вас, ты думаешь, позавтра в суде, не переживайте. То есть нужно понимать, что мы не только в рамках поездной, не только в рамках реформироваться, но в том числе и вне проверок нужно быть готовым к тому, чтобы отстаивать права и интересы компании. Сейчас типичная такая ситуация, когда вызывают руководители компании, начинают задавать вопрос, а вообще, кто у вас в компании ведет работу по отбору контрагентов, кто занимается в соответствующем положении, кто отвечает за контрагент, смешивайте, если вы сами, либо учредители возможно решают. И здесь как раз возникает вопрос, кто же, если что, виновен в том, что компания смело договорные отношения с техничкой, есть сумма выначисления, причем солидные по налогам, принято штрафам, штрафы соответствующие, кто будет, если что, отвечать. Понятно, что если не сможем доказать, что не была получена необоснованная налоговыгода, сама компания пострадает. Тем более умышленное привлечение технической компании напомним, что 40% от штрафа от неплачиваемости монолога. То есть, если есть взаимоотношения с технической компанией, то большая вероятность того, что снимают соответствующие расходы по этим делкам, нужно задеть и вычислить по МДС. имеют плюс ощутение и штрафы 40%. Поверьте, за 2013 год это очень солидно и нужно помнить в первую очередь руководителям компании, помимо того, что если закреплены еще локальных актов ответственной конкретной элиты, возможно, там и урисы, это связано с продажами и так далее, в первую очередь руководить. Почему? Потому что нужно помнить, что собственники компании правят взыскать доначисленную сумму налогов руководителя компании, потому что он не обеспечил проявление должной осмотрительности или контрагента. И такой практики и поверьте очень много, поэтому, конечно же, нужно всегда об этом помнить, об этих личных финансовых председателях. Давайте уже перейдем к моменту самой понятии технической компании. Я очень часто спрашиваю, а что это за компания? Ну как-то привыкли родни понятие компания однодневка. В принципе, это то же самое техническая компания, которая не ведет реальную экономическую деятельность, не исполняющая свои естественно налоговые обязательства. Порой бывает, что она не такая, чисто однодневка или один номинал не работает. Возможно, даже технические компании создают вид. Действительно, эта компания установлена в едином экономической деятельности, может быть, какие-то налоги за определенный период платить, но тем не менее, это дополнительная ширина для того, чтобы использовать некая прослойка между фактическим исполнителем договорных обязательств и налогоплательщиками. естественно, для налоговой системы, чтобы сниминизировать свои налоговые обязательства. И, например, видно, понятно, что это либо прослойка технической компании, которая возможно принадлежать и создан самим налогоплательщиком, либо налогоплательщик по услугам таких технических компаний, то есть он непосредственно завязан и умышленно использует, это одна история. В этом случае, конечно же, 40% штрафа и возможность передачи мустрелов дел к автоматическим органам для возбуждения уголовного дела висновей. Бывают ситуации, когда, опять же, напомню, что налоговая служба о чем говорит? Для того, чтобы именилировать налоговые риски, заключать свои договорные отношения с производителями. И вам много рады, но не всегда это возможно большинство производителей, они работают через свои торговые дома. Вот в этой части вот от страховки, доказательства проявления осмотрительности, я вам очень рекомендую по-другому напишите с ним производителя, если вы знаете, что производитель есть товара, есть торговый дом, запрос, готовый заключать договор. Очень бывают такие моменты, часто, когда отвечают сами производители, что мы не работаем, допустим, в розницу, либо с большими колесами, только мы работаем, еще что-то. И вообще не занимаемся продажей. Все через торговый дом. Это опять нам в пользу. Если будет претензия, вот соответственно рекомендация. Даже если не ответит производитель, ничего, мы будем показывать, что мы делали все возможное для того, чтобы законтачиться именно с производителем. Как не крутить, все-таки по-крупному делу, нужно делать. Мы будем доказывать, что я необыстно заключалась, я попыталась с производителем, но получилось через торговый дом. Коммерческие предложения изменить компанию, хотя бы парочку покупного на северского сделка нужно сохранять, потому что обосновывается, почему я выбрала именно этого контрагента. Сейчас многие возмутят, я абсолютно соглашусь, потому что предпринимательская деятельность ведется на свой страх риф предпринимателями, компаниями, но тем не менее ведь науковые органы говорят, да, конечно, на свой страх риф, но все негативные последствия, в том числе налоговые, они ложатся на плечи, чем наше сырание, об этом тоже можно помнить. Так вот, самое интересное в этой письме еще касается того, что как сделан важный акцент, обратите внимание, форма вины, то есть здесь я налогоплательщик, я считаю, что абсолютно добросовестно исполняю все налоговые обязательства, вдруг по мне претензии со стороны налоговой формы, о том, что мы контрагент в технической компании. Здесь мы можем с вами возразить о том, что я никакого отношения не имею к налоговому стоматозу этой компании контрагент. Я все возможно в галатурах поставлю в борт ответствующий товар, качеством которого я довольна. Более того, вот эти документы в проявлении можно смотреть. Делка нескупная, то есть пакет минимальный пакет, документ, который именно закреплен скид документов, которые нужно отрезать непосредственно моим положением. Если это крупные интересы, смотрите, я уже в сети интернет посмотрела, и доверилась, что есть ли соответствующие материальные ресурсы, какие-то допустим поставки, есть ли даже автомобили для перевозки, прочее, прочее. Все возможно. Я проверила, я никак не могу знать изначально, что это компания техническая, поэтому снимать вычиски и расходы в данном случае абсолютно несправедливо. В этом же самом письме Марков Федеральная налоговая служба как раз картину технической компании контрагента нам предоставила. Читая письмо, мы для себя сделаем выводы по должной осмотрительности, что от нас не будет требовать. Допустим, наличие достаточного персонала, основных средств, производственных активов, поэтому очень часто бухгалтеров по налоговым спорам выучить, действительно ли вы убедили, что достаточный персонал, если речь серьезно сделка, запросили ли вы данные по бухгалтерской отчетности, по численности, тем более, что на сайте налоговой службы на сегодняшний день смею вам на том, что есть информация по численности по исполнению налогового обязательств, данные по бухгалтерской финансовой отчетности, помимо Гербо, вы все-таки затребовали и убедились, если требуются лицензии либо членства в СРО, либо отдельное какое-то профессиональное познание для выполнения работы и для оказания услуг, все-таки тоже нужно убеждать, потому что для проявления коммерческой осмотрительности, как нам говорят и суды, и налоговые органы, вы все-таки это бы и сделали, вы, если заинтересованы были действительно очень качественно товара, качественные поступки работ, эти мероприятия, если вы их не сделали, но это крайне странно выглядит, и помимо того, что мы с вами будем говорить о документах по должной осмотрительности, просто хочу сразу сказать, всегда смотрят еще и на то, как наши договорные отношения оформляются, есть ли все необходимые документы, которые обычно оформляются то или иной сделки, те же акты приема передачи и прочее, прочее, и они должны действительно поставлены быть грамотными, потому что какие-то недочеты либо отсутствие документов тоже приведет к тому, что налоговые органы могут сделать выжды, но смотрите, коммерческая осмотрительность непроявлена работа, то есть недостоверяется материальных ресурсов, человеческих ресурсов, со стороны такие взаимоотношения и более того не оформлены документально в детстве, как обычно бы это нормально был контрагент, бы это оформляли. Так же самая ледиторка, кто смело напомни, когда долго висит, ничего не взыскивает, опять же, если ты бы никак не имел никакого отношения с технической компанией, да, это вот обычный, скажем, рядовой контрагент, наверное, ты бы действительно мероприятие все-таки проводил, но это не было сделано. Поэтому вот как раз из самого письма налоговой службы видно, какие есть определенные требования в сделках, да, соответствующие, допустим, информации в интернет о контрагенте, есть ли у него сайт, насколько вообще он свежит 21 год или, извините, нахуй-то данные за 17 год, нет ли информации в ГРЭ о том, что компания находится до заключения договора либо в уме заключения договора на сайте ликвидации или банк просто. Если это будет выявлен данный факт, скажите, вы знаете, а когда вы вообще вы заключали договор с компанией, которая не сходила куда-то в банкрот или какие-то еще информация о недостоверности сведения в отношении руководителя. есть куча информации очень хорошей в сети интернет. Более того, заходили ли вы на кадр и арбитры удостоверялись в том, что, например, ваш будущий контрагент является типичным неплативщиком. Когда мы заходим, иногда проверяем контрагент, то и выявляется, что там столько судебных процессов, все с ним судятся, потому что они не исполняют свои обязательства должным образом. на чем хочу оплатировать ваше внимание. Смотрите, коммерческая, смотрите, на чем я вам говорила. Когда она особо интересна и помогает, выручает прав на налоговую службу, входя из медицинской депракции, говорит то же самое, что право на учет расходов и вычет по сделкам технической компании возможно при неосторожном заключении сделок такой технической компании идут подниматься вопрос, мы говорим, я никакого участия, причастия к этой техничке не имею вообще, не знала, не могу знать о технической компании. Но так получилось. Дальше возникает вопрос про коммерческое смотреть, проявил вы данные, соответствующие учитываются крупные сделки, регулярные совершения аналогичные сделки, о чем надо говорить налоговые органы, особенно коммерческие условия, в цену будут заглядывать действительно звучат в таких условиях, если бы эта компания была карманной, независимой, апеллированной и прочее. Честно, мы доказываем, коммерческая осмотрительность непроявления. Дальше тест идет очень жесткий, это представить, для того, чтобы претендовать, например, на налоговую вычиску НДФ, мне нужно представить данные по фактическому исполнительному. Докажем, что контрагент не мог в силу того, что нет несоответствующих побочников, нет нематериальных ресурсов, ничего, и товар вообще никогда не закупался, чего он не мог вызывать товар, а кто тогда, товар у меня есть, значит, не техническая компания поставила товар, тогда кто? Вот если я представлю данные по фактическому исполнителю, тогда я могу претендовать на вычеты и на расходы, исходя из тех документов и из тех данных, которые отражены фактическим исполнителем. Но здесь, конечно, есть определенные ошибки для нас, когда речь идет о неосторожном заключении технической компании, если я не представляю данные по фактическому В этом случае нужно понимать, что, конечно, применение налоговых веществ будет неправомерно, а вот расходы по такой сделке с техничкой можно определить по расчетным способам. И как раз на нас именно будет лежать время доказывания, в каком размере расходы подлежат, до учета. Доказывать будем мы. Если мы промолчим, тогда, наверное, и не расходы. Можно тоже не претендовать. По коммерческой осмотрительности, обратите внимание, вот в интересном письме Марковском, как раз им представлена информация о том, что нужно инспектору исследовать на предмет того, знал ли я и не знал налогоплательщика технических компаний. Как раз неизвестность информации о фактическом местонахождении. Есть у него соответствующие сплотки торговые имени и площади. Копии документов, подтверждающих наличие контрагента, соответствующих мощностей, консердных кадров, имущества, необходимых лицензий, членов СРО, о чем мы с вами говорили, и прочее, прочее. То есть, это просто нигде не закреплен, и перечень универсального нет. И как раз, конечно, сам факт отсутствия у должностных ответственных налогоплательщиков, кто отвечает за отборку тендентов на контрагентов, вообще информации, как отбирался этот контрагент. Иногда руководители говорят, что я занимаюсь, но я вот не помню, как мы отбирались. Либо говорят, что я вообще не пределах, у меня есть Иванов Иван Иванович, он там все за это все отвечает. Вызывает Иванова, говорит, да мне руководитель сказал. То есть, вообще непонятно. Никто ничего не знает, как отбирался, но вызывает ряд сомнений, в том числе и у судов. Стандарт осмотрительности. Куда говорят, есть ли золотые стандарты осмотрительности, так это документы. Ну, вот налоговые органы, они, конечно же, чем больше, тем лучше говорят. Допустим, что касается, вот, важным очень, помимо выписки за ГУРЭЛ, данных по финансовой отчетности, по материальным, по человеческому ресурсам, еще, конечно, такие важные моменты, то, что в документах, то есть, отсутствуют документы специфичные для конкретных дел. Это, о чем я вам говорила, здесь вот как раз налоговый орган приводит пример акта передачи строительной площадки, преподряд тоже. Причем, смотрите, здесь, давайте уже, наверное, перейдем к такому краткому перечню мероприятия, которое желательно все-таки провести, исходя из судебной практики. Во-первых, нужно осуществить проверку статуса юридического лица. Заглядываем в ГУРЭЛ, смотрим, да, выявить действительно, где существует эта компания. Логично. Адрес контрагента соответствующий, да, и есть соответствующие ресурсы, склады и так далее, желательно посмотреть. Обязательно заглянуть, собрать информацию, сохранить ее в пейсе, рекламу, скриншоты, сделаем их с ним, с сайта компании, какие-то коммерческие предложения. Дальше, если кто-то проверили, убедились, считаем, что это достаточно, ведем переговоры, сохраняем следови введение переговоров, с кем конкретно переговоров, если что, да, допустим, какие-то визиты, с кем конкретно налогоплательщик контактировал при переговорах, при заключении договора. Дальше, что касается вопросов, которые очень часто задают, а если у нас нет копии паспорта руководителей компании контрагента, критично ли это? Ну, нужно понимать, что налоговые органы, конечно же, до сих пор настаивают имплантство, все копии хотя бы паспорта руководителя компании контрагента была. Все мы прекрасно понимаем, это персональные данные. Я могу лишь попросить представить контрагента такие документы, если он отказывается, извините, я ничего сделать не могу. Есть судебные практики, где как раз и говорят о чем? О том, что на самом деле отсутствие, допустим, паспортных данных руководителей само по себе не говорит о том, что не проявлено коммерческое осмотрительство. Идем дальше. Что касается данных из ИГРУЭЛ, ИФРС, ИФРС по банкротству, из ИГРУЭЛ, из ГИРБО, по глаголической отчетности, все это можно не только затребовать на самого контрагента, если не поставлять какую-то информацию. Во-первых, наверное, все-таки задуматься, а почему? Во-вторых, если мы хотим заключать соответствующие договорные отношения, и тогда данные можно у налоговых органов, на ресурсах посмотреть, либо в ИГРУЭЛ, тоже бесплатно все это получить. Что касается цены договора, тоже обратите внимание, будет исследоваться момент, а вообще, то есть, какова цена договора, она касается рыночной или не рыночной, может быть, если есть какие-то отклонения, нет ли следов, в сути, какой-то взаимозависимости, либо попытка получить налогоплательщикам выгоды. Поэтому вот эту сторону тоже можно посмотреть, и обоснование даже стоимости цены, когда речь о серьезном какой-то сделке, тоже имеет значение. Поэтому весь порядок проверки контрагентов, пропишите обязательно в лотаре на мотивном акте, в том числе, например, положение проверки контрагентов. Что касается по коммерческой осмотрительности, есть определенные чек-листы на двух страницах, это такой подарок от нашей компании, посмотрите, почитайте, здесь прям конкретный перечень документов, которые исходят из судебной практики и требований на углу форумов, желательно, чтобы это были. Копия учредительных и дисциплинатных документов, подвинь под доверенностью и копия документов, выставляющие личность представителей компании-контрагентов, при заключении договора, при подписании, сведения о литве схемы и переговоры соответствующие, копия лицензия, членов СРО, данные по спецрежимам, кстати, тоже можно взять на сайте налоговой службы, данные по бухгалтерской отчетности, налоговой декларации, факты платы даже на обзор, которые многие интересуют. Ну и как раз самое важное, это серьезные сделки, это важно, чтобы подтвердить проверку главной репутации, рекомендательные письма, сохранять элементы внешней отрибутики, как я говорил, визитные карточки, где-то переписки сайта, что действительно мы проверили, но не было оснований сомневаться в том, что это действующая реальная будущая снастью деятельности компании. То есть есть документы, копия, впреждающие взаимодействие с представителями контрагентов, в процессе в том числе и исполнении сделки, не только на стадии переговоров. Средния о транспортировке товаров со стороны контрагента, те же самые первичные документы с программом были оформлены. Здесь часто узнают, задают мне такой вопрос, что делать, если не контрагент там выполняет какие-то работы, поставляет товары, а привлекает субисполнителей каких-то третьих лиц. Нужно ли брать такие документы для них? Налоговые органы, конечно же, говорят, нужно. Но мы с вами понимаем, что если я изначально, в случае в условии договора, я знаю, кого будет привлекать, то, конечно же, разговаривать не будет смотреть в отношении третьего, скажем, лица. Но если это невозможно сделать, я, допустим, узнаю о том, что практически выполняла работу только лишь под фактом, когда услуги уже оказаны, исходя из отчета своего контрагента. Здесь возникает определенное затруднение. Как себя подстраховать, логичный вопрос. И тогда мы прописываем договор о том, что наш контрагент, он гарантирует, что привлекаемые лица, они исполняют почти налоговые обязательства. Если что, будет отвечать, кто контрагент. Вот такие вот условия. По коммерческой осмотрительности, подтверждение слов и выводов, которые говорят о суде, налоговый орган, и предъявление верховного суда, то, что степень предъявления требований по проявлению коммерческой осмотрительности не может быть ординарного к сделке. По приобретению ординарного пополнения товарно-производственных запасов разным сделкам, несерьезным, когда приобретаются действительно задорогостоящие активы и совершенно все разное, абсолютно разный подход. Идет определенное ранжирование сделок. У ранжировых, в первую очередь, конечно же, там налогоплательщик с блокальным документом. Вот есть такой интересный следивный кейс. Посмотрите, я его очень люблю. В первую очередь за то, что здесь суды сказали следующее, что налогоплательщик вообще не в состоянии проводить такую полную проверку контрагента, который потребовал инспекции. Это вы инспекцией имеете много полномочий, а вот налогоплательщик не мог узнать о номинальности, о налоговых порогах контрагента, поэтому извините. И более того, в конкретной сделке речь шла о поставке товаров с волшебными условиями проявления коммерческой осмотрительности. Насловия были каковы, что оплата после поставки товара по строчке платежа на 180 дней. Чем не замечательная подпроходка. И в этом случае было сказано следующее, что в конкретном случае по этим делам достаточно на самом деле только лишь проверить после регистрации контрагента, проверить полномочий лиц, подписавших документы. Договор, штаб оптуры, первичный документ. Этого было достаточно. Все остальное, проверка, если соответствующий транспорт, а вообще там типа сфиншоты, выписки, ничего другого не требуется. Поэтому мы и говорим о том, что всегда сугубо индивидуально под конкретные сделки будут подходить судьбы при вынесении своего вердикта. Налоговые органы ожидаемо будут требовать максимальных всех документов, исходя из того письма Марковского, где по максимуму везде ресурсы проверяют и прочее, прочее. А вообще задают вопрос, если не представляет информацию доступен контрагент, либо в открытых источниках некую информацию. Вот смелый налогоплательщик вышел даже сначала он обратился к налоговому органу, а в статье информации отношения к 100% о налоговой бухгалтерской отчетности, исполняет налоговые обязательства, привлекался ли к ответственности. Очень часто в таких случаях инспектор напишет, что бывает так, что это вторая статья о налоговой тайне, а на самом деле это налоговой тайной информацией не является. А вторая говорит, ну все, идите, смотрите на нашем сайте, там все есть. В этом случае на сайте ничего этого не было. Поэтому следующее о том, что, извините, это не налоговая тайна по запросу налогоплательщика для проявления коммерческой осмотрительности, поскольку специальных источников на вашем сайте в том числе не опубликованы эти данные, вы должны ему предоставить эти данные для проявления той же самой осмотрительности. Поэтому делаем определенный резюме. Но в первую очередь хочу спросить, я, к сожалению, тоже чат не вижу, есть ли в вашей компании положение о ответственности при выборе контрагентов или нет. Если нет, то есть при задумке. То есть определенный порядок на этой компании благодаря этому документу тоже будет. И также определяется ответственность за обзор контрагентов и прочее. Еще очень любопытный момент эффектно связанных в должной осмотрительности о том, лучше смотреться. Мы все-таки где-то можем что-то посмотреть, не доценить. Трансформировался наш богонадежный контрагент в текточку. Поэтому на сегодняшний день очень популярна налоговая оговорка. Я думаю, что вы все прекрасно слышали и налоговые органы издадут нам запыть. Очень активно напоминают соответствующие уведомления, письма, рекомендации и даже методичка рекомендации налогоплательщикам о том, как правильно исключать налоговую оговорку. О том, как раскрывать данные, рекомендации контрагента, о том, что давай мы исключаем договор и представить налоговый орган с открыткой на 102-й МКРФ свои данные по уплате налогов, по исполнению налоговых обязательств, наличие, если по запросу обратиться и заплатить индекс в бюджет или нет, если разрывы или нет, чтобы не оповещали. Такая вот открытость, прозрачность бизнеса через действия самих нас, налогоплательщиков. Мы, как бы, ждали всех наших контрагентов на тупоаналогии, да, хартили, с агропромышленной, да, вот, с хозяйственной компанией и так далее. То есть, создается определенный реестр черных пучков, обмениваются данными, налоговые органы представляют данные, там, допустим, что разрыв произошел, контрагент в УНДФ не заплатил, поэтому нужно принимать какие-то меры. Налоговая оговорка, это, конечно, замечательно. Это вообще не новый, не новый инструмент защиты, но сейчас он особо популярен. В основном строится на двух статьях гражданского кодекса 431-2 и 406-3 в заверении обстоятельств и в заверении потерь. Кому интересно, в чем отличие, вот как раз можно зайти на слайд и есть. Вообще, больше популярность пользуется 406-3 это в заверении потерь, возникшие случаи наступления в заверении потери вымещаются, но все-таки в том числе и вымещают и убытки и заявления. Когда мне контрагент заверяет, что я буду исполнять должное налоговое налоговое бюджет, все отражать, везде в налоговом бюджетном учете, по нашим детям платить налоги, представлять по запросу налоговое информацию, а потом оказывается, что разрыв из него, заплатил бюджет, и вот тут у меня возникают убытки в виде того, что я должен уточниться, подать декларацию до начисления налогового. Вообще очень подробно о различиях и возможности ссылочек будет и замечательная статья, у нас налоговый с первого я уже озвучила это обвеление бизнеса, опять же, руками самого бизнеса, не дряк оговорку, пытаться раскрывать данные все, общий доступ, и оповещение на уплате налоговое и так далее. А второй момент очень на практике прочувствовали, начинают присылать запросы, а есть договорные отношения с налоговой оговоркой, а потом вызывают в числе и такие компании, которые представляют информацию в наличии договорных отношений с контрагент и уточни, мы видим, что контрагент романтика соответствующий не уплатил налоговый бюджет, чаще всего МДФ, у тебя есть налоговый оговорок, ну, скоро, ты уточни, доплати, а потом пойдешь в суд и все прекрасно заищешь, очень часто на уровне разговора, и вот этот пись, который вы сейчас видите на экране, как раз, в принципе, так и произошло, такой разговор, получил соответствующие даже уведомления, и налогоплательщик уточни, ты заплатил налоги соответствующего бюджета, вот, 183 тысячи рублей, а потом попытался вывести контрагент и этого не получилось, не получилось, и более того, здесь сюда сказали, потому что не доказана совокупность важных факторов, которых нужно помнить, когда можно вывести убытки, когда действительно есть факт причинения ущерба, на ущерб, да, на то, что вот именно твои недействительности не заплатил, вроде бы он причинил мне ущерб, противоправность поведения и прочее, наличие причинно-следственной связи, самое важное, между поведением контрагента и то, что я получил ущерб, на что здесь было указано, что ты, налогоплательщик, добровольный уточнился, тебя никто не принуждал, и более того, контрагент возмущался, почему я не заплатил, а где вообще факторы решения по налоговой проверке, где написано, что действительно я должен вот такую-то сумму заплатить, я сам добровольно заплатил, теперь тебе никто ничего не должен, вот такой вывод был сделан, поэтому обоснование, в том числе, рекомендую в налоговой оговорке, грамотно прописывать, на основании чего, возможно, взыскания предъявления претензий к своему контрагенту, когда есть уже конкретные решения, либо на основании, только, извините, получения соответствующего уведомления, о том, что якобы проблемный контрагент, но это предположение, как, кстати, сказал Искут в этой истории, и поэтому позиции Верховного суда, кстати, на сегодняшний день такова, ревенок по налоговой оговорке, желательно, чтобы она действительно была, то, что нажимает налоговый орган, нужно понимать, что есть свобода договора, 421 статья ДКРФ, никто у нас не может прямым не заключать договорные отношения с контрагентами при наличии налоговой оговорки, я праве заключать, либо нет, это уже наше усмотрение, свобода, да, есть определенная, если даже у меня налоговая оговорка есть, и мне начинают давить, выдавая уточнить, давать заплати, а потом взыщешь, 5 жестов, можно сказать, это на мое усмотрение, а смогу ли я вообще потом взыскать эту сумму, потому что мой контрагент может быть не платежеспособен, либо суды откажут мне о возмущении, потому что есть ряд судебных практик, которые в презентации в моей наличии, то здесь делать такое очень рисковое, взыщешь, или нет, а уже убытки едят эти суммы, уточнения не будут, вот есть и хорошая ложка меда в этой бочке бездек, связанная с должной осмотрительностью, достаточно свежее определение Верховного суда с сентября с сентября с сентября текущего года, где произошла такая история, как раз по вине контрагента компании доначислили 5 миллионов рублей НДС, и, естественно, налогоплательщик на встерлялся, он пошел в суток, пытался взыскать контрагента, да, вот эти вот суммы соответствующие, то, что извините, вот, но все-таки хотел бы я получить себя и потому, что по твоей вине я пострадал, все три инстанции не поддержали налогоплательщик, поддержали, сказали, что нет никакого основания, контрагент ничего себе не должен, и дело сейчас отправлено на новое предусмотрение, есть в этом определении два важных момента, смотрите, что сказал Верховный суд, неосторожность выбора контрагента при заключении договора может служить лишь основанием для уменьшения размера ответственности должника подыш контрагента, но полностью отказывать в размещении выставки нельзя, но дальше напомним Верховный суд, важно изучать, а имел ли сам налогоплательщик какое-либо отношение к этому контрагенту, может быть они вместе с тематурами, доказана ли его вина умысел в экономии на налогу, вот если не доказано, причем в материалах дела по этому кейсу как раз науковые органы по-моему даже они не сказали о том, что есть не прописали действительно сумасел, что налогоплательщик является выгодопредределем по этой сделке, он не знал и не мог знать, но коммерческую осмотрительность проявила, ну будем надеяться, будем следить за этим делом, посмотрим, как будет развиваться дело дальше. Что касается таких вот моментов, связанных с защитой от интересов, секундочку, да, что касается у нас моментов, связанных с защитой вообще интересов и компании, и своих личных, что сделали с того, чтобы не попасть на налоговый до начисления. Ну, в первую очередь, конечно, такие вот тоже дружеские рекомендации о том, что все изменения, основные тенденции мы, конечно, будем вам подсказывать, на что обращать внимание, когда вот наши компании проводят, в том числе аудит, на налоговые юристы, эксперты тоже активно в необходимости участвуют. У нас есть очень много вебинаров, различных, на которых мы даем самые рекордные точки, на которые можно опираться и говорим о том, что сейчас в особом тренде по налоговому контролю. Конечно же, все-таки серьезнее относиться к отбору претендентов. Не врезвуйте таким документам, как положение договорной работы, четко прописывайте кого, как гаранжируй с контрагентом, какие документы необходимо собирать и кто ответственный за сбор необходимых документов. И, конечно же, та же самая система внутреннего контроля, не забывайте о чем говорила сегодня Ольга. Вообще независимый налоговый аудит, гарантия с покупкой тоже поможет выявить налоговые риски, а раз мы выявили, мы уже знаем врага лицо, мы дальше уже можем с ними бороться, нивелировать и точно. Поэтому для того, чтобы быть уверенным в своей безопасности налоговой своей компании, финансовой безопасности лично, то, конечно, призываем вас в первую очередь сделать аудит полезный для вашей компании, те компании, выпуски, которые проводят у вас аудит, обращайте внимание на налоговые лица, в том числе обращайте внимание и на ваших контрагентов, действительно ли есть соответствующие документы, можно ли проверить лишний раз документы, на сегодняшний день, на сегодняшний день я напоминаю, что контрагент можно проверить более 200 плюс так называемых факторов критерий, по которым можно проверить своего контрагента, и, кстати, себя тоже периодически нужно проверять, потому что помнить, что мы тоже можем быть либо, скажем, контрагентом, будущим контрагентом, и наши тоже контрагенты проверяют и изучают наше финансовое положение и также определенная рейдинг, поэтому, конечно же, вот эти моменты, связанные с нивелированием налоговых рисков, имеют большое значение, главное, самим до налоговой инспекции выявить так называемые налоговые пороки вовремя их исправить, чтобы не накликать на себя выяснить налоговую проверку, и, конечно, избежать от серьезного начисления. Еще небольшой акцент, хочу сказать, что мы налоговые юристы компании проверки аудит, уже активно участвуем, как сказала Виктория, в ультерских проверках, и более того, мы еще выдаем юридические финансовые гарантии своим клиентам в защиту и страховку на три года. Если вы выбираете аудит гарантии и страховкой, то в последующие три финансового года вы можете жить спокойно, потому что налоговые юристы компании проверки аудит будут вместе с вами на набросании своих клиентов, почему три последующих года, это тот период, когда могут назначить правительство, в том числе и выездные. Если будут претензии, то мы будем оставить как в несудебном порядке, так и в судах оставить ваши интересы. Даже если в случае того, что суды признают правоту налоговой инспекции, то пение штрафа за счет страховки компании индустрах. вот такие вот моменты. Поэтому действительно отслеживайте свои риски, оформляйте правильно документы, учитывайте, внедряйте систему внутреннего контроля, правильно собухгалтерство, налогу умучивайте, правильно выбирайте контрагенты и защищайте свои права и интересы. Если какие-то возникают вопросы, пожалуйста, обращайтесь в том числе к юристам, к консультантам нашей компании, тем более, что можно получать бесплатную поддержку от налоговых туристов, от консалтинга, в том случае, если вы будете нашими клиентами, у нас есть замечательный подарок для всех участников, у нас есть акции 10 сентября текущего года, нужно получить 15% списку, это даже выгода в определенной инвестиции, в том числе для вашей компании, если будет первый этап аудита, проведен до 21 января 2002 года. Полезный бонус, как видите, горячая лень, безлимитно, соответствующий консалтинга, в том числе у нас очень много различных вебинаров про бизнес-завтраку, где мы рассказываем о практике применения всех новинок, в том числе и кузбулу 21-22 и, конечно же, повышение квалификации 40 часов в подарок тоже все у вас будет. Поэтому узнать цену аудита для вашей компании сейчас можно в том введении QR-кода. Ну и, к сожалению, время у нас летит очень быстро, я сейчас посмотрю, что у нас есть таких вопросов в чате. Да, вот вопрос очень интересный от Павла, если мы заплатим налог по убеждению или налогового органа за контрагента, по оговорке по претензии к контрагенту уже не будет. Вообще, у меня тоже большой вопрос, а почему же как бы вопросы к претензии у нас с вами возникли. Мы по оговорке заплатили, а дальше к нему уже будем. Мы с вами не налоговые органы, мы с вами обращаться, пытаться выскать с него вот эту сумму будем говорить, так называемый допустим, убытка. Налоговые органы, к сожалению, на практике не обращают на это внимания. Более того, в презентации есть очень интересный кейс, я вот парочку таких кейсов привела, где все-таки обиженные налогоплательщики обратились сначала в налоговую инфекцию, потом уже в суд и сказали, смотрите, у меня доначисление по выезду по вине моего контрагента. То есть я пострадал на самом деле, да, и там даже речь не шла про налоговый уголок, но я хотел бы, чтобы вы провели в отношении тогда моего контрагента. Какую-либо проверку, в том числе и выездную. Естественно, налоговые органы сказали, мы ничего не будем проводить, и суды поддержали, потому что ты налогоплательщик, и в саде указывают, выбирали налоговую службу, кого и как, и за что, и когда проверять. Вот такие вот моменты. Поэтому, да, контрагенту претензий возможно уже и не будет. Хотя, смотрите, у нас налоговые органы говорят о том, что автоматизированная система ПК-контроля НДС, она отслеживает всю цепочку всех участников связанных с оплатой НДС. Не только, но с абсолютной цепочкой, где произошел разрыв. И сейчас заинтересована в поиске так называемой сущностной компании на сленге налоговых органов, то есть ищет выгодоприобретателей. Хотелось бы, конечно же, чтобы с выгодоприобретателей все-таки эти налоги выгодоприобретателей выгодоприобретателей. И здесь нужно понимать, что если действительно контрагент окажет техничками по той способной компании, что с ним выгодить, что говорить. Поэтому, на мой взгляд, это мое личное мнение, что он действительно такой хороший, очень интересный инструмент, в том числе на использовании налоговой оговорки для того, чтобы пополнять бюджет без проверок, без судебных процессов при всем удобном сходе. К сожалению, в основном претензии контрагента только у нас с вами потом в суде доказываем. Как вы видите, при наличии налоговой оговорки, через налоговую оговорку будем взыскивать убытки в соответствующей потере. Либо вот такие свежие, которые вам показала, где духовный судебят в судебят сказал о том, что даже без налоговой оговорки все-таки есть возможность взыскать соответствующую убытку. Я считаю, что налоговый орган пока на данный момент на сегодняшний день они вот в позиции такого тенденции что ничего. К сожалению, в этом взыскании нет соответствующего. Идем дальше. Лучше сначала заплатить, а потом уже судиться Александра. Заплатить. Я не призываю к тому, что сразу заплатить. Я наоборот придерживаю все точки времени, что если, допустим, получаете соответствующую уведомление к налоговому органу, где вам говорят уточнитесь, заплатите. Его вызывают, вас на разговор и начинают говорить. Смотри, да есть налоговый оговор, давай ты сейчас заплатишь, уточнишься. Если не уточнишься, мы можем выездной, тематической по МДС допустить. И здесь действительно есть такой риск на сегодняшний день, потому что кричьи все-таки брошены о том, что увеличивать количество выездных именно тематически из 1-2 квартала по конкретному налогу на УТРИСК есть, но если мы с вами не уверены в своей контрагенке и в себе, в себе уверены, конечно же, нужно оставить свои права и интересы, в первой тактике становится больше, давайте ее и дальше создавать, доказывать, что у меня не было вообще никаких оснований для того, чтобы цениваться на контрагенке. Я проявлял коммерческую осмотрительность. Более того, 54 према говорит о том, что какие-то налоговые пороки моего контрагента сами по себе не должны на мне отражаться. Ну, вы докажите, что я как-то связана с этой техничкой и получала выгоду от этого. Давайте уже вот так об этом говорить. Поэтому, конечно же, может получиться такая ситуация, что мы поторопили и заплатили, это тот самый пейс, заплатили, а потом суды-то отказали в обыскании. Вот такая история неприятная вполне. Поэтому, конечно, бороться, доказать. Что будет достаточным подтверждением должной осмотрительности, как часто проводить обновление данных? Ну, вот, Игорь, я еще раз хочу делать важный акцент, что достаточным подтверждением должной осмотрительности, в каком объеме какие документы на приятии проводить, определяется, исходя из ранжирования наших контрагентов и сделки. Каждой компании для себя определяется. Серьезное, да, это приобретение констоваров, как будет говорить наш любимый налоговый орган. Констовары, конечно, мы не будем требовать максимального проявления осмотрительности, убеждались, что там есть соответствующие какие-то ресурсы, человеческие, данные по отчетности и прочее. Нет, но все равно не минимум какой-то по этой сделке нужно провести. Минимум вспоминаем тот же самый кейс и в презентации выпуска из URL и потому что бывает так, что вроде мелкая сделка, но она не разовая и сумма не серьезная все-таки в результате получается. А если это крупная сделка, это особая сделка, не забывайте, что требуют еще одобрения, чтобы оно было, то бывает на практике, что еще без одобрения крупную сделку и коммерчески посмотрите, если ты без судов разводишь, и говорят, ребята, вообще о чем? Как вы вообще могли это сказать, забывчивость? Ну, наверное, маловероятно, скорее всего, умница. Вот такие выводы. Поэтому для каждой сделки, для конкретной сделки и суды и налоговые органы должны мы с вами определять, что будет достаточно, а чего нет. Опять же, тот кейс по рамочному договору поставьте. Посмотрите, прям четко я прописала. Скорее условия договора, выходя из крупности сделки, определяются должные осмотрители контрагентов. Если есть возможности и ресурсы, пожалуйста, вот чек-листы по нему, как говорится, прошли и подготовили. Вот только чек-лист, он в основном будет серьезно какие-то сделки, все эти мероприятия, документы соберете, вы подкатываете, это будет вообще великолепно на самом деле. Как часто проводить, проверять, опять же, что говорят налоговые органы, мы часто общаемся с представителями в Москве и говорим, ну как же вы на нас живете, заставляете проверять какие-то документы, все-таки у вас больше возможностей, может быть, вы будете проверять, а мы как-то проверять. Ну вот нет. Чем чаще, тем лучше налоговые органы, но с определенной периодичностью, если, во-первых, определить хотя бы раз, что-то раз, три месяца, раз в полгода, все-таки периодически смотреть, это очень важно, в том числе и для подстраховки коммерческой, а некой там уже банкротой на стабильной ликвидации, потому что дебиторка иногда зашкаливает, а потом оказывается, что там десятый реестр и потребление кредиторов. Но таких категорий проверок нет в НКРФ. Михаил так, что из контекста последует категорию проверок. Нет в НКРФ проверок законно. А, категории проверок. Вы, видимо, имеете в виду тематические проверки в рамках проведения налогового контроля законный проверки вспомните тому понятие предпроверочный анализ, который очень часто глубоко проводится. Его тоже этого понятия нет, но тем не менее предпроверочный анализ проводится. И я вас уверяю, что тематические налоговые проверки являются законными обоснованными и этой позиции будут придерживаться в том числе и суды. Что касается проверочного анализа, здесь никто не говорит о том, что вообще это незаконно, здесь больше возникает вопросов, когда у налогоплательщика требуют представить в рамках части 2 статьи 93 при налоговом кодексе, когда интересуется какая-то конкретная сделка или сделка, начинают требовать за 3-2 года договорные отношения ищут фактуру первичку по всем контрагентам, то есть проверяют фактически деятельность самого налогоплательщика, но на самом деле это сделать незаконно, в том числе в рамках истребования документов по конкретной сделке, здесь как раз говорят, что проверочный анализ НКРФ где не поименован, где не написано, что в рамках проверочного анализа, вы вправе истребовать большой объем документов, но тем не менее вот это есть, поэтому Михаил, на сегодняшний день, что касается проверок тематических, это выездные проверки, у нас не было написано, что налоговые органы должны строго за 3 года и по всем налогам прибыли НДС не заслужил налог на имущество и прочее, нет, пожалуйста, можно выезжать и проверить 1-2 квартала такой-то отдельный налог, не комплексный, но тем не менее она имеет место быть. Сервисы по проверке контрагентов контур, оттуда можно распечатать сводный отчет по контрагенту совершенно верно, им тоже пользуются так называемой имущественно рекламированный, тем не менее контур спар, не секрет, что сами налоговые органы пользуются эти отчеты, начинают учредители, заканчивают судами, приночетные, госконтракты и прочее. Будут ли данные из этих сервисов понимать, как проявление должно смотреть внести? Вы знаете, здесь на самом деле, конечно, Кириллой можно воспользоваться и пользуемся на практике, составляем эти отчеты и выводы, но если мы говорим, опять же, как-то купить серьезную сделку для нашей компании, то нужно еще и собирать обязательно документы, вот то, что вы видите, исчезли садов, то же самое скриншоты, сайты, коммерческие предложения, переговорные моменты, не только заключение договора, но и договорных отношений периодически из того, что там контр-отчеты выгружать, вот нужно вот эти документы дополнительные к тому, что предлагает нам контр, все-таки желательно, чтобы они были. Конечно, есть судебная практика, основанная только на отчетах, но все-таки как-то чувствуется на практике недовольства тех же самых судей, что еще самостоятельные мероприятия можно провести. Поэтому, конечно же, если у вас будет такой отчет, то я думаю, что то же самое сурьяне будет говорить о том, что мне нужно распечататься в сайте ФНФ, я не доверяю контр, мне такого не будет. Мой взгляд, самое главное, что это было, иногда и вообще ничего нет. Это бывает печально. Как мы видим, на сегодняшний день коммерческая осмотрительность важна, когда сделка реальна, особенно важна, когда мы с вами добросовестные налогоплательщики имеем отношение к налогу и когда мы доказываем свое право на вычистое и расходы и всегда достает вопрос сейчас по коммерческой осмотрительности. Как я вам уже говорила, замечательная подочка подсказка есть, я коммерческая осмотрительность не проявлю в этом случае и налоговые органы будут поднимать вопрос о том, что на самом деле мы считаем это не доказательство с контрагентом для этих техничек, он не мог себе поставить товар и выполнить работу и так далее, потому что он ничего не покупал, не приобретал для того, чтобы нигде не доказать реальную систематику деятельности, он тебе не мог в принципе оказать современные услуги. Опять же, мы иногда доверяемся очень часто. Есть у нас какой-то контрагент, довольно сложные отношения, он говорит, давай сейчас поставить товар, другая компания, поставка есть, и отношения вроде не хочется портить, все замечательно, до тех пор, пока не произойдет инспектор, он потом говорит, а какая поставка, это компания, которая указана у вас в документах, она ничего не приобретала никогда, там один номинал директора, и вообще они занимаются рекламными услугами, у них нет никакой поставки. о чем вы вообще? Конечно, здесь явный риск, тем более, что мы еще должны были убедиться в конце концов, да, и постарковать себя, и подумать, что раз, а стоит ли на это идти, потому что налоговый риск на сегодняшний день существенный для самих компаний, к сожалению, еще помнится, для бухгалтера, для финансового директора, для руководителя, эти налоговые последствия могут тянуть для собой субсидиарную уголовную ответственность. Зачем нам это нужно? Нужно подстраховаться и подумать. Опять же, к тому, часто задают вопрос, а нужно ли что делать, если настаивать руководителя. Ну, надо суббивную практику показывать, что это субсидиарка, ну, как с знакомства, заключаем договор, я доверяю ему, ничего проверять не надо. Какие-то зеленые пытаются донести, что это очень опасно на сегодняшний день, и проявлять то же самое самостоятельно и авторозно. Я вижу, пока вопросов больше нет, Василия, если есть вопросы, пожалуйста, Вам подскажите. Чати я не вижу, но вот у нас уже время на исходе, поэтому я вынуждена, наверное, с вами уже попрощаться. Пожелать всем от всего сердца в первую очередь крепкого здоровья, удачи, успехов, благополучия, и помните, если что, если есть какие-то вопросы, возвращайтесь, пожалуйста, в нашу компанию, обязательно вам поможем. До себя. Наталья, спасибо большое, вижу много благодарностей, еще один вопрос, давайте, сейчас я его вам тоже тогда перешлю. коллеги, так что как бы не хотелось нам это проявлять, и поверьте, мы еще работаем в рамках именно как пробонные эксперты при полномочном по правам защиты прав предпринимателей в Москве действительно поднимаем этот вопрос по должности смотрительности до поля, до поля мы еще будем это все доказывать и проявили, но пока, как видите, все-таки исходя из 54.1 мы все-таки должны это делать исходя из практики. Зачем требуется контрагент учредительные документы, регистрацию рлиста, присвоение имены, устава, назначение директора, приказы наши присловутые решения, если ПНС зарегистрировал юрлицо, вот с вами абсолютно согласна, на сайте ПНС все-таки сказано дата регистрации имены. Мы именно этот вопрос, поверьте, задавали представителям ПНС и говорили о том, что, ну, все-таки вы, налоговая инспекция, то есть, как вообще регистрирующий, вернее, орган, входя из 29 ФЗ, да, все-таки вы проверяете кого я помочь и зарегистрировали компанию, если что-то не так, то у вас должны возникать вопросы и вы должны перепроверять и подъявлять какие-то прецензии к так называемым фирмам однодневкам, техничкам и прочее. Почему мы? Ну, пока, как говорится, это риторический вопрос и все-таки именно с нас, в том числе и суды, требуют подтверждения документального и удостоверения, что есть регистрация и есть соответствующие вставы, полномочия. К сожалению, вопросов очень острые, я его лично задавала, на что просто было определенное молчание, поэтому, да, вопрос очень интересный. Вот, Василия, наверное, спасибо большое, спасибо всем участникам, еще раз, и всего доброго. Спасибо, Наталья, спасибо также Виктории и Ольге, что сегодня делились с нами своим опытом. Друзья, напоминаю, что мы с вами встречаемся 29 сентября в 11.00 по этой же ссылке, не пропустите, у нас каждая наша встреча исключительно на самые актуальные темы. Материалы сегодняшнего дня будут разосланы, друзья, сегодня, поэтому следите за анонсами, следите за нашими письмами, можно будет подробнее изучить материалы на выходных и вернуться, если у вас появятся вопросы, к нашим спикерам. Их контакты будут как в презентациях, так и отдельно в письме вам возошлем, потому что часто некоторые не доходят до конца, видимо, до последних страниц. Спасибо большое за активное участие, всем прекрасных выходных, остаемся на связи, всем хорошего дня. Всего доброго. Продолжение следует...